1 раз доброе утро друзья меня зовут михаил басинский и у нас с вами сегодня продолжение нашего общения прежде всего всех приветствую я встаю рано как а тарик почти что в 5 утра не но я попозже конечно летом стою рано и разборы мы всякие начинаем тоже рано всех приветствую всем приятного субботнего выходного солнышко лето суббота очень рад вас видеть мои дорогие вчера у нас произошел а все самое лучшее происходит случайно в жизни произошел так сказать обзор максима вердикта ну по фамилии конечно курцов он но так он вердикт конечно вот значит и всем очень как-то понравилось ну в общем мы тогда будем продолжать эту тенденцию и у нас был запрос на инс у литвиненко министерство успеха но я не думаю что там будет настолько интереснее как у максим чека конечно может быть и его мы что-нибудь тоже еще посмотрим а еще что еще татьяну смотрю там с его и опять интервью там очередной с нарциссом что-то мне он не очень понравился вот крайне там такой владимир есть вот ну и время у нас начало обозначено на 9 поэтому нас еще есть время на побаловаться у меня это еще примерно ну я так планирую ну лет 50 на побаловаться мне еще есть как ваши дела как ваше настроение самочувствие возраст духом пишите пожалуйста мои дорогие так вот утро встаешь рано и думаешь а что делать ну все надо идти опять делать обзор доброе утро светлана доброе утро мария доброе утро татьяна но когда уже будет ток-шоу одни серьезные разговоры пишет мария ну вот так вот друзьям и столько комментариев прилетела про этого вердикта ну в общем всем нравится ну поэтому у нас немножко прелюдия петинг разогрев прогрев как сказал бы аяс в сизу прогрев сейчас начинается прогревчик и начнем мы конечно всегда с музыкальной паузы как это называется бог разговаривает с нами языком музыки ну конечно не такой которую я вам собираюсь показывать как обычно так вот инесса литвиненко у нас интересная конечно девушка такая подрабатывает в эскорте конечно ну а как ну а как вот дело такое на западе москвы дорогой съем жилье так пока погреемся разогреемся и так вот люблю знаете такую немножко пожёстче музыку пожёстче но иногда и не пожёстче иногда вот так как бы вот не вот такую люблю ну всякую люблю ну да ааааа польса баромео видите видите группа называется гвоздодёр Thank you Л ... ��бану Баг... л лет пр л пок л л л л Продолжение следует... 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 что еще ну очень много комментариев я прямо все вообще скоро будет миллион как у него ну а давайте вот таксичные родители что-то она тут начинает уже ну во первых с чего мы начинаем от общего к часам министерство успеха уже неплохо так и мы читаем значит буду повторяться кто был на подкасте но он почему-то не записался этот фрагмент я его хотел нарезать уже приходится повторять все одно и то же но ничего повторение мать учения и так что мы видим идет у нас да это самое есть значит министерство успеха и на литвиненко коуч по отношениям кризисный психолог для умных не для дебилов но это не так важно подождите подождите а а было другое описание у нее а по друзья кто был на подкасте у нее здесь было написано помните что раньше у нее был тут написано коуч фея нежная пила коуч фея твоя волшебница а кто у нас верит в волшебников в голубом вертолете и волшебных ну волшебная фея крестная или ведьма мастер маргарит вспоминайте начало новой экранизации расщепление пограничники вот маргарита у нас как говорит татьяна она у нас скрытая пограничница еще это называет супер эмпатами скрытый на скрытая пограничница или черный импорт кстати тоже просили меня делать сделать вот по этой теме черных каких-то темных эмпатов там какой-то разбор скрытый пограничник супер эмпат черный импорт так маргарита и значит расщепление туда она почему-то поменяла уже описание но канал у нее один и тот же я точно помню что у нее тут было написано другое вот ну хорошо ладно но министерство успеха вот это уже вы черно конечно ладно ну давайте давать может быть хорошая девушка ну а как но смотрите признаки пограничности какие татуировочки других видео не пирсинг губки подколоты блондиночка покрашена все реснички бровки уже внешние референции соматический нарциссизм начинается и кто у нее муж ну-ка опа оп 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 давайте а не муж женой так ну давайте сразу и голос голос сразу папа 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 это мне послышалось или это правда это что такое это что три года что ли ребенок разговаривает а почему так вычурно а почему так шлюха 100 малышки ну кстати это это немножечко даже мариночка где-то прослеживается то есть мои птички мои ласточки а тут мои малышки непростые недели многие болеют так вот это мне нравится вы такой мудрец михаил ой 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 нет не дай бог не быть не эталоном не мудрецом не кучу мнение ни в коем случае иначе я все потеряю благодарю за труд во благо человека благодарю за возможность слушать вашего заключения классической психологии учит быть жертвой согласен вот родители в школе в институте потом на работе очень удобно для государства такие послушные неприхотливые винтик систем по движению канал спасибо большое мои дорогие очень приятно у меня заряжаете мотивируете каждое общение с вами для меня праздник да благодарю михаил за разбор ваш разбор и как лучший свет психологическом кабинет вы пожалуйста замки мои вышеносик ты мой шляденький вместе не справимся но мы мы профсоюз и скорбнет запад москвы синяя голубая ветка хотела вам сказать одну очень важную вещь я получаю от вас очень много законодательных каких-то я действительно какие-то вещи знаю чисто из опыта да ну безусловно ну из какого опыта ну там контрольная закупка рейд мвд да там попалась на передачи кэша до от клиента это ну как бы кое-что знает нужен юрист именно поэтому так как многие мне спрашивали юристы я сотрудничаю с девочкой вы что понимали она получает как бы свои деньги за консультации этого не подумайте ничего на просто очень хороший юрист я могу и рекомендовать моими делами занимается тоже она не стесняйтесь обращаться пожалуйста это важно потому что лучше десять раз проконсультироваться со специалистом всем у кого значит на кого она похожа лилищ карафиев помните даже шосс был у татьяны психолога бывшая у нас команда марины игоревны штурмовая бригада долбоебов идем вперед значит скрытый нарцисс супер эмпат вот как раз и это вот похоже на нее губки и вот это вот подколотая туда-сюда и тогда абсолютно но это как сказать и кукла это кукла голос как у седоковый малышка пять лет до пограничная девочка по крайне ну нет ну ну пограничная хорошо ладно так странные непонятные ситуации теперь очень часто получаю от вас вопросы там с чего начинать как выходить я для этого делаю сейчас самореабилитация а что с голосами что с голосом у саши редькин что с голосом у максима вердикта что у нее с голосом что происходит все подробно как проходить самое эскалатор эскорт правильно говорю девушка спрашивает с чего начинается родина а вот с перевода на карту тиньку можно убирать блока писал три недели назад говорил любит я сказала нет больше никаких пингов все спокойно зачем никаких пингов условий сепарации это очень важно меня рождение я родилась заново благодаря тебе и на полтора месяца без марта ты же моя девочка я так рада на самом деле пусть новый год только счастье в твоих глазах новый год твоей жизни только хорошие люди вокруг тебя не ног но это маска но друзья но не может я еще раз говорю что это про всех практически куча говорю что про этого редькина особенно вот и это режет ухо но не может так человек в жизни разговаривать но что это такое как можно даже приходить в консультацию к такой женщине всерьез про какую типа раз говорить пинг это с английского звон шум звон это когда нарцисс там отвалился или сам ушел или в этом ушли а он потом типа пингует ну через время там проверяет и там не хочешь там продолжение ну типа дает и себе знать шумит звенит вот счастлива это очень важно жить мы живем чтобы быть счастливыми мы не живем чтобы мучиться и не для этого мы сюда пришли девчонки очень много разных вопросов здесь она выглядит попроще а раньше дреды были шапочки разные странновато смотрелось попроще безусловно отвечу степенно как бы как у меня появится время в директе не переживайте всех вижу так давайте продолжение помнишь или нет честно и добрый стал хамить грубить игнорит давайте попроще ой подальше опять лет в браке решили развестись на есть . маленькой он и очень любит откат жестокий не знаю как будет приветствую с вами за причем здесь твоя дочка послушай ты же не если ты говорит что он ее очень любит она его очень любит хотя что-то я сильно в этом сомневаюсь ну да ладно ты же не отнимаешь у нее отца как бы да что что собственно происходит ты не отнимаешь у нее отца он захочет быть отцом будет отцом тем более в лос-анджелесе даже если захочешь чтобы не было сон хер ты это получишь когда поэтому но если это нарцисс отец то надо отбирать отца такого который не отец что он будет убивать ваших детей так что так переживаешь что ищешь причину почему не надо уходить не ищи это будет лучше здоровая мама и здоровый молодец вот видите сейчас вообще окажется концу видео что это прекрасная девочка и мы будем вообще на нее ориентироваться . привет ура я в эфире спасибо за тебя люблю тебя ты наш огонь и вода и воздух от того что нет тайм-кодов выбираете мужчин которым доверять не надо потому что не проверяется этих мужчин что как он как он проснул здесь замуж не ходят что-то нормально это абсолютно нормально почему за их эфира все больше и больше девочек абсолютно нормально не хотели замуж его взяли что все должны хотеть замуж я вот не понимаю а сколько ей лет судя по лицу 22 а жизненный опыт на 60 так давайте немножечко прочитаем про министерство успеха чтобы быть так вот тут уже уже губки девочка так так что то там про мудаков было сейчас вот официальный есть сайт портал министерство красоты и так официальный сайт ну-ка вот мы давайте зайдем так вы знаете тут у меня порнография во вкладках естественно танку опа так психолог и на литвиненко помогу тебе уйти от абьюзера и построить числевые отношения даже сейчас все плохо но это общее место и общие слова все уходим приходим выбираем правильных счастья успех здоровья а ты скажи как вот давайте почитаем как обо мне и смотрим допустим возраст вот смотрите есть диплом это прекрасно психолог преподаватель психологии по специальности психология вот у меня есть такой нет все хочу эту делаю все начать смотреть гештальтерапия психоанализ дальше коучинг клинической психологии супервизии психолог-тренер психолог и эмоциональных травм экстремальная психология нейропсихология профайлинг физиогномика нарциссизм и то это вообще просто семейный кризис сексология психосоматической подожди это все это все образование методы психоанализм посттравматической сертификаты и этические аспекты работы типология техники психолога психологии с помощью не вру и вот подождите это все образование такое мне то до такого вообще никогда не добраться слава богу чтобы не стать идиотом дурака учить только портит называется так а сколько и 12 лет но это ей да она консультировать более 12 лет так член ассоциации международной ассоциации психологов а ассоциативный ассоциативный член подождите ассоциативный член международной ассоциации психологов так кошмар какой ужас так дальше психологической ключи вебинар курсы давайте курс посмотрим про возраст пока не написано сколько и конкретно авторский курс код психологии подробнее хочу допустим код психологии курс по рекомендуем к прохождению тем у кого есть диплом будет и значит мне не подходит курс для тебя уровень до качественно успешно самореализацию статус уважаем профессию хочешь менять мир мой как всего много как и дипломов а мы хотели возраст всего лишь посмотреть а уже все дипломы просмотрели так и ассоциативный член международной ассоциации что есть у нас еще в разделах бутик интим бутику дать минку интим бутик хочу так министерство love любовь к себе во всех так я старше вибратор стимулятор набора виброполе тренажер когеля ротаторы для мужчин бдс ну да почему ты сам хочу открываем так 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 рекомендованы специалисты кто не эксперт частный детектив юрист врач-эндокреолог так вот это частный детектив хочу юрист сфере семейных споров екатерина шумякина хочу допустим нанять ее чтобы проследить за самим собой так 10 лет отработала отработала в системе в.д. государственный член совета экспертного совета при комитете государственной думы по вопросам семьи женщины детей помощник депутата государственной думы то есть она с крышей наша инна хорошо 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 и здесь как-то непонятно что на розовые очки спали ответы на вопросы тут в основном как тогда получается ассоциативный член пока самое что вот за сегодня 60-летняя певица ирина салтыкова любить рассказывать любить любит что люди постоянно путают ее и дочь как дочь а кто мамой да да конечно да и так весело хихикает когда интервьюер говорит что она выглядит максимально на 35 вот здесь примерно такое же отклонение и вроде под 40 ну под 40 что же молодая женщина из 40 до и за 40 но дело не в этом понимаете ли так подняли настроение спасибо за разбору комментарии летят ни разу такого не было и вот опять по отношению его отношения к женщинам хуже чем к животным как каким-то неодушевленным предметом но он же нарцисс это про вердикта для него это всего лишь механизм необходимый только для выполнения нужных ему функций у него не должен быть некие желания у нее цели усталости ну да ему и ему нужен донор роботизин роботизированный донор ресурса да понятно мы пока ведем расследование я же тоже частный дектиф в какой-то степени про инессу литвиненко ну вы знаете я как работаю ну как частный дектиф от психологии мне не надо буквы кириллицы где написано ассоциативный член или член госдумы или там регалия такая диплом секой у меня как это называется моим глазам свидетели не нужны вот то что я вижу и слышу этого для меня достаточно чтобы сделать на основании этого какие-то выводы все остальное это пыль в глаза потому что ну там много дипломов и что например хочется послушать какую-то суть детский паттерн и так пока скучно он как собака чувствует конечно играет в идеального отца это какой-то не то министерство успеха вот умиряясь как эти мрази снова и снова надевать маски главное чтоб ты не появилась на самом деле как убрать внутреннюю пустоту дорогие вот даже витя у алены есть девочка подскажите познакомилась мужчина и пел дефираба какая прекрасная красивая чуть ли не жениться собирался и пропал в одно чаще я не пишу ему не люблю навязываться но так обидно потому что их нужно проводить через ступени потому что потому что вы неправильно себя ведете с мужчинами еще раз вам говорю а как надо как надо нет нас если его жертвы муж вот это больше так она покуривает тут плохой звук тут плохой звук спасибо благодаря вам пришлось самореабилитации поняла почему привлекла такой человек вы не привлекли вы оставили его просто рядом привлекая они все встречаются держу измененный контакт манипулятор сны снятся с прошлого вот это что-то актуальненько так курит как я прям так вот тут персин красные волосы губки бровки это тракта ну хорошо ладно но это конечно пограничность полная так 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 и у нас был опрос в этом опросе было несколько вариантов на тему того на тему того на какую тему мы сегодня проведем прямой эфир и готовы ровочка наши вот в этой соцсети тема связанная с мужчинами и с манипуляциями но это вовсе не значит что мы не обсудим и остальные давайте послушаем повнимательнее посерьезнее что развели тут это цирк обсуждая остальные темы помните значит сегодняшнюю нас тема манипуляции манипулируют ты что блять христос воскресе воистину воскресе с таким видом внешним вот вам пожалуйста уже начинать с магическое мышление это что у нас кто перед нами находится дайте квалификацию тут дипломы не помогут ну и третья тема это как в нашем мире будь эмоциональной мамой хорошей мамой при этом оставаясь не ешь матерью и продвигаясь по жизни вперед привет штаты привет все страны привет европа привет россия привет все 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 городам очень вас люблю люблю всех манипуляции вот распознаешь 40 как мимо на курит материться это как я курит материться она себе так клиентов ищет какой те-то визера да ему мой телефон так пограничны расскажите мне про женщин с пограничным расстройством личности чем они по вашему сейчас она расскажет при себе эфир 18 плюс я курю вот это делаю вот это матерюсь и пью воду на страну пью воду прям 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 эфире его горя то есть она меня копирует что получается или как тема манипуляции а вдруг я таким же стану как и на уже и свой вас это хорошо вы молодцы значит повторение мать учения смотри смотрите и даже фразы те же самые все понятно покрашу волосы перееду куда-нибудь на парк культуры а на парк победы не лучше на багратионовского а почему это так это действительно так вот например у меня был пример стану индивидуал почему это я написала там что если вам мужчина говорит что вы такая единственная в мире самая замечательная а почему она так таратурит быстро не успею запомнить инструкцию как успешно выйти замуж а вы слушайте внимательно это лена ли и на литвиненко между прочим это было написано с точки зрения самоиронии конечно действительно возникает такие вопросы есть базовые манипуляции давайте мы сейчас так давайте посерьезнее все слушаем мать базовыми вы сами-то себе диагнозы не выставляйте я люблю когда приходят люди если поставил я поставил в этом нет ася я не говорила не планирую на эту тему говорите объясняла почему вы просто пропустили пост где я объяснял почему и чем больше мне к этому толкаете меньше у меня желание обсуждать эту тему конкретно эту историю но если вы хотите вам прям сейчас повторю я обсуждаю то что я считаю нужным тогда когда я считаю это стратегически правильным и верным опять у меня своровал я должна помогать живым людям делать все возможное чтобы ты же мёртвым вот что я делаю в своем блоге а там разберутся юристы разберутся специалисты и меня стравливают с людьми и за мной сейчас разгоняет весь этот движ не нужно хорошо я это уже говорила я сама решу я прекрасно в курсе происходящих в мире событий упал вот и прекрасно понимаю что и когда нужно вы это что и когда не нужно говорить хорошо не указывать на то ничему потолки это вот я на стрим так делаю не важно сколько людей нет напишут если я чего-то не делаю мы поняли ну давай уже не фиксируйся не цикли все поняли не не волнуйся твоя грандиозность не разрушить каждый день потому что я что-то не вижу таких разгонов других женщин которые умирают каждый день если я вижу такой разгон разно понимаю что это такое и еще я хочу как бы понять надо какого кого хрена я должна этом хайповать расскажите мне пожалуйста так я что-то могу сделать это с моей стране и что-то происходит или что в какой-то дед живет на платформе это новгория и прекратите пожалуйста пытаться думать что у меня можете на что-то спровоцировать еще раз я это говорил много раз я писал на эту тему хвост кто не понял повторяя успокойся уже никто тебя не провоцирует так да ну конечно с такой женщины далеко не уедешь это сразу вот если такое видишь это сразу на 180 градусов это как для женщин мужчина алкоголик который выпивает в принципе сразу на 180 градусов и есть вот такую девочку видишь она как бы пытается привлечь через типа вот эту красоту как она считает это тип красиво вот а на самом деле это ну для адекватного мужчины это признак того что это красная лампочка мигает ой 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 надо уходить срочно и власти для решения будут проблемы разгона чей-то смерть это покраску я не буду я не нуждаюсь я буду я буду а я нуждаюсь любой популярности мне нужно мне нужны деньги хватит идите к власти мужчин в этой стране хорошо где это случилось и там рулить уже начинает подзалупаться да как максимчик я не буду в этом участвовать не очень жалко девушку мне очень много вопросов происходящем но вам я хочу сказать только одну вещь которую вы должны запомнить очень хорошо она агрессивная такая везде где есть карта таро гороскопы и прочее хуйня мы говорим о нездоровой голове правильно вот молодец и тут же христос воскресе опа и как это монтируется а то есть она не понимает что одно и то же она поход про про ну кенову говорит я понял хайповать не хочет а я хочу потому что это такая же нет тварь как и тот кто ее убил и вы говорите что нездоровая была только у нее у нее тоже не очень была здоровая земля я бы ей помогла если она пришла ко мне живая на живая она пошла к торожницам и сама была гороскопа позвольте мне в моей сфере работать и идите пожалуйста хайпуйте где-то в другом месте на мертвых женщинах и так мы манипуляции так она и так мертвая она и так мертвая вместе с мертвым бешенбаевым прежде всего подойдем к этому с другой стороны ну знаете у него сопротивление такой негодование по поводу обсуждения смертных слов она из-за того что она сама так и она так и сопротивляется дескать это на нее как нападают как будто бы страна это такая если вами манипулируют это значит что вы в голове хотите что с вами это делали но не специально у вас но смотрите видите пошло движком это я кстати луиза только что про это говорю нет вы уже писали вы писали его девушка пишет мне пишут это луиза там еще есть вероника там еще есть его там какая-нибудь там кто это там там леса снежана это у них внутренний чат индивидуал к района западная строгину это прекращайте сказал этого не будет если вами манипулируют это значит что у вас в голове есть непроработанные проблемы я вам не буду просто горит как манипулирую давайте перейдем чем чем прежде всего манипулировать можно человеком у которого есть психологические травмы человеком у которого как распознать что это манипуляция вот разговариваем по человеком у которого не заполнила та самая внутренняя дыра который человек который нуждается в абсолютной любви от незнакомого человека это значит он и не получил дома четверг никогда правильно такой любовь и взаимоотношений он эту информацию подчеркнул из фильмов и чаще всего он смотрит фильмы про достаточно обвязивные отношения молодец человек у которого очень и это самое главное на что стоит обратить внимание очень большие проблемы с эго а мы прекрасно все знаем что у жертв насилия всегда большие проблемы с эго всегда а там есть супер эго эго это ребенок это взрослый как-то так вроде у меня просто нет диплом поэтому я ведь пальцем жопу характера психологического эти проблемы раскручивают увеличивают она идет дальше это жертва в мир и встречает мужчина на сайтах знакомств окей самые болевые точки а теперь пожалуйста вот я вас очень прошу напишите каждое возьмите сейчас в комментариях напишите комплименты которые вам пишут мужчины с сайта знакомств просто напишите обменяйте с комплиментами эти комплименты всегда на лоха на лоха можно быть очень умной и красивой девочкой про себя это знать но верить в то что ты единственное неповторимое до тебя как никогда не любили так и на или инесса будет говорить про источник этой внутренней пустоты проблем с эго то есть внутренним ребенком дыры ну дыры внутренним вот откуда травматизация концепция мертвого отца мертвой матери психический дорог родителей что с ними делать как сиборицы будет проект и пока от комплименты надо уходить от абьюзера ну как то сделать ну давайте послушать это самое пиздатая в сексе и вообще-то самая не самая териться говорит о том что ты очень глупая а ведь ключи поздравляю во первых что купила он охренительный активировали 17 то что он его еще нет он только будет он еще не записан будет живой красотка красивая какая умная нет вот на мой взгляд она некрасивая некрасивая потому что она мертвая вот эта красота вы черная вульгарная она мертвая пластмассовая вот поэтому на мой взгляд на мой вкус она некрасивая красивая такая умная у вас красивые глаза ты такая красивая почему у тебя парня нет королева красивый никогда такой раньше не видел я искал именно тебя это еще зачитываю у тебя красивые глаза какая у тебя улыбка какой у тебя хороший вкус потрясающе а про внешность сразу пишет написал муза сексе очень красивая красивые глаза вот такая красивая влюбился это не ей комплименты это ответы на ее задание но я понимаю но и раз параллельно и даю свои комментарии какие-то я пока не приметчим это смотрим и особенно давайте дальше как только тебе я так открылся ах ты же моя шкатулочка с давно только тебе так открылся да 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 и всем остальным открылась но это понятно это вы верите в не потому что это правдоподобно а почему всего на свете вы хотите в это верить а почему а потому что у вас родители такие так или нет больше на свете вы хотите стать самой особенной до самого эффектная женщина нормальный комплимент оценили эффект оценили эффект они рассказали тебе когда но понимаете вот с такой внешностью модифицированный женщина как и на она говорит прямо заявляет о своей на самом деле очень низкой самооценки а на самом деле мама и папа оценки знаете она вот через внешние хочет это как-то скомпенсировать вот я вот это вижу здесь таких больше нет и таких он никогда не трахал такого секса у него не было никогда не ой ну какие слова ужас не только с тобой настоящая а сколько говном не сделал видите настоящий окей едем дальше качели ближе дальше но это все говорят здравствуйте а вы замужем поехали я замужем 10 лет в счастливом браке моего мужа большой хер он очень богатый я тоже очень счастлива так мой богатый муж если браке я счастлива счастлива счастливы так нарцисс . с нарциссом наверно как это елена в интервью вчера у татьяны француз курятник богатый и вот там такая же елена ну вот видите видите она вот отличиться так я идеальная кукла все у меня так все дипломы собрала все модификации лица фигуры собрала муж богатый карьера успех министерство успеха я успешно и супер успешная идеальная ну просто вот ну понимаете человек хочет ну максимально показать какой он как бы идеально идеальный идеальный у как-то это очень болезнь это значит что внутри там такая вы провал такая пустота и червоточина что без вот этого внешнего это все как-то вот рассыпается как будто бы у меня такое впечатление как то уж она сильно делается вот на этом упор и у меня все отлично все супер и муж богатый 10 лет я замужем что такой пиздёж по моему и такое министерство и успешный успех и все везде идеально и вы так и хотите смотрите на меня и приходить ко мне если вы так хотите как это на не желаю абсолютно и вот-вот она постоянно вот как-то вот провоцируется и как капризничает как-то вот реагирует агрессивно то все как-то постоянно вот задевает все что-то это не говорит о том что это человек стабильный и как-то уверены в себе что ли думать о том сколько людей в моем блоге потом счастливо поженились и вышли замуж сколько 0 и по моему это вранью частично хотя вы знаете нарцисс они фантазии придумывают от себя сама себя убеждаю что все у нее отлично и как у елены французенки типа жизнь сложилась так ради бога это же и неплохо просто как-то ну как-то масло масляное очевидные вещи в подчеркивании не нуждаются зачем мужчине допустим подчеркиваю свою мужественность когда он и так себя чувствуют внутренние сообразно этому когда есть вот это вы черное подчеркивание вот этой брутальности а в альфа самцовость это значит у человека какая-то там ну что-то не то там что-то его гложет что заставляет его компенсироваться таким образом вот то же самое вижу и у инны но это можно просто посмотреть любое видео про нарциссизм и там расскажут эти прописные классические заезженные темы просто вот в любой влог захочешь на любой канал вам там расскажут про эти вещи это уже просто ну это настолько популярно и все это говорят ну ближе к делу надо чуть с этим делать это и так понятно ближе дальше эмоциональный террор качели газлайтинг там и так далее ну понятно понятно огромное количество комплиментов и внимания огромного количества потом обязательно значит сталкивается значит так еще раз заострю внимание внешние внешние ширмы признаки значит когда человек не уверен в себе в своем уровне интеллекта или чего-то или красоты или вот у нее шаткая самооценка как это у нарцисс вы бывает либо я господь бог либо я чмо болотное посередине он никак не может иметь какую-то более или менее адекватную оценку ну из-за таких родителей естественно определенных мертвых значит вот это вот нет блять у меня миллион дипломов нет у меня в версии татуировки я красивые губки я похудел покрасил волосы бровки там все-все-все-все-все шмотки бренды муж 10 лет бизнес успех министерство успех нет блять я успешно я на как бы вот блять не верит в это и через то чтобы нас в этом убедить на показ она убеждает сама себя и осуществляет вот эту психо эмоциональную саморегуляцию внутреннюю она как бы сама себе доказывает нет моя фантазия успешного успеха она реально даже для любого нарцисса его вымысел и фантазия то есть реальность вы что хотите разрушить мою реальность вот почему она так провоцируется на любые какие-то замечания там выпады как ей кажется агрессивной и она что охраняет так враждебно и а ее враждебность от страха растет она охраняет свою фантазию вы что покушаетесь на мой воздушный замок который вы хотите раз разрушить своими реалистичными каким-то вопросами даже не смейте помыслить о подобном и она прям вот так вот она из страха вот эту враждебность активируют вот эту какую-то раздражительность ну и потом и у нее образ вот есть хорошая девочка а есть ведьма плохая девочка оторва они опять же посередине не фиксируются у них либо то либо либо туда либо сюда кто-то эксплуатирует образ хорошей девочки может быть и она тоже в некоторых видео но здесь в данном случае вот сейчас ну там по весне может обострение быть уже понимаете да ну уже лето конечно здесь у нее образ ведьмы оторвы такая шалунья роковушка женщина вам я ругаюсь матом курю плюю на вас на всех вы суки тварь и у меня муж богатый а вы кто это министерство успеха короче это защиты все нарциссические защиты значит так мы используем правило очень просто если вы слышите от человека матерные слова мат и вас это коробит вызывает сопротивление неприятные ощущения и брезгливость перед вами ну там в аутентичные цитате одного человека это звучало как плохой человек а мы заменим это на человек с расстройством личности вот так я так уже интерпретирую и наоборот если вы слышите у человека мат и он вас не не коробит никак не как сказать ну вам плохо от этого не становится как-то неприятно то перед вами человек как бы ну более-менее здравый или хороший хороший понимать это очень не конкретно вот меня коробит исчез потому что это все как сказать это не естественно это не идет от нутра которого нету вы знаете люди с расстройствами личности они полы внутри это все наносное там пустота поэтому так много сверху елочная игрушка потому ярко потому что полы и внутри вы знаете отправил меня вот коробит это потому что это не идет от эмоций искренне потому что нарциссы пограничники они эмоции то в общем-то своих не вырабатывают у них не идут там вот эти процессы живые мертвые безличностные их вот эти оболочки и вот этот мат который из нее выходит он носит какой-то очень опять же искусственный характер и он мне лично претит у кардиолога должно быть обязательно супер здоровое сердце а допустим донтист не имеет право на дырку в зубе вот все и она не спросила у меня если у меня психологические проблемы прохожу ли я терапию спросила меня про мужа так работает триггер твой причем тренер вот кстати обратите внимание она очень раздражительный не я конечно тоже бывает раздражитель на стримах но я как-то себе потом это ну во первых и не так конечно совершенно у нее прям это как вот леет мотив генеральный такой нет это вот вы вы как-то против меня все и весь мир против меня и вы что-то там какие триггеры это все у вас а у меня все отлично и она убеждаясь у меня все хорошо у меня целое министерство успеха я еще раз говорю потому что подобные вопросы простые затрагивать ее фантазию которую она боится что через реальные ответы и вообще покушение на ее фантазию это попытка ее разрушить а это самое страшное и начинает задавать на вопрос а замужем и я в надежде услышать что нет потому что такая умная петля на не может иметь мужчину фу-фу меня коробит мать должен быть как песня хуй пизда ебать ёб твою мать ебаться а у нее не это не искусственно это не от души умная и пиздлявая фу мерзкая бабенка и с интеллект все она она сама себя уже я уже и умный с интеллектом с богатым мужем красивая и пиздлявая и все ну я короче а вы тут просто как сказать я сама с собой разговариваю же знаете нарциссы они сами собой разговаривают им аудитория все не нужно это как мастурбация варизм на публику на публике на публику они просто вот я сама себя люблю я ауто эротично я люблю свое ложное я волан да и я демонстрирую как на и на эфире вам на публику как я его люблю я сама с собой разговариваю с собой с собой занимаюсь сексом а вы мне не нужны чего все пришлись какие-то вопросы задаете которые меня а могут вывести из этой фантазийности и из этой ну такой галлюцинаторные реальности которая нереально но она реально для инессы вот такой немножко шизофрена подобные стиль общения она как бы сама в себе в колбе опять же это мы у максима вчера видели и здесь это присутствует на уровне ощущений лично у меня она сама собой представьте как допустим манекен за стеклом стоит где-то в торговом центре в бутике и вот он стоит за этим стеклом и ему хорошо он сам с собой в этой одежде манекен пластиковый еще и за стеклом и просто кто-то ходит и смотрю о какой манекен о какой нс она и красивый богатый 100 и миллион дипломов у нее и она в это верит но она кукла пластиковая мертвая еще и за стеклом свои шизофрении по сути дела она как бы в свои это свой пара косма называется едем дальше ближе дальше ближе дальше ближе дальше ближе дальше то классическая история когда вас начало заваливает вниманием а потом этого внимания лишает либо сразу редко резко либо постепенно как и на терпись только фитера мне похуй я так не ругаюсь ну понимаете друзья я еще раз говорю мат это краска это краска в палитре хорошего живописца и она должна подсвечивать и акцентировать и это тоже должно быть тазировано это как такой акцент ну как в одежде look out fit да ты знаешь и нас такие слова акцент какое-то яркое пятно этого не должно быть много это не это не как гарнир а это как какая-то такая штучка перчиночка такая и вам и много нельзя чтобы это было вот постоянно ты же не будешь перец чили есть как гарнир вот это то же самое если постоянно мат 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 не уместно не в папа ты вообще надо уметь пользоваться еще чтобы это красиво было да ну вот как вот 8 краска очень яркая но допустим охра или или фуксия 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 ну ты же не можешь картину рисовать только этой краской потому что она слишком яркая и скажем так вся картина будет забита этим забита этой эти этой фуксии или ультрамарином это даже мы такие где-то акцентики легкие как приправа как специя в блюде но не более и тут нужно иметь что вкус чувство меры чувство стиля чувство баланса чувство такта что есть одно из определений психического здоровья у нее этого нет потому что это это колхоз это хабалка это безвкусица и она на весь навесил на себя все и сразу как любят делать потомки новых русских и новые русские и их дети все и сразу и гучи и армании и шанель и и и луи вьютон все сразу и в максимальной что все бренды были на показ но это тогда называется безвкусица что надо уметь тонко это ощущать и комбинировать и как бы немножко так вот очень так ну ну миксовать опять вкус нужен тот вкуса нету и мат для этого чтобы им пользоваться применять окрашивать свою речь им нужно тоже иметь вкус нужно иметь вкус невозможно постоянно просто вот так вот не впопад этим пользоваться 2 то и 2 и муж богатый и мистер успеха и миллион дипломы все ой 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 ну что такое ну кошмар инесса ой 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 ну нарцисс вы знаете любят вот эти пафосно вычурные около духовно-религиозные и и нравственно-моральные и этические посылы как максим вердикт про нравственность рассуждают психопаты ну то есть люди с расстройствами личности очень любят в церковь ходить они все-таки духовные они все-таки присветленные и эзотерика тот и и христос воскресе как она сказала да там в предыдущем видео или в этом даже они религиозные у них и нравственность и множить цвет так что это вычурная вот это вот игра в хорошесть это сразу ну это пошло ну пошло ну какой множить свет и на если вы посмотри на себя вырабатывается адреналин вы подсаживаетесь и при этом ну ребята с кода уже это знает а вам я расскажу мерзкая и даже неприятно не смотреть часто так вот очень очень много исследований происходит на тему реакции человека и как мы устроим есть такая штука которая называется эффект двигарник у какая какой мирский голос какой мирский образ какие манеры какое вранье и толку от каких-то регалий и всего прочего когда человек нездоров вот в этих простых проявлениях которые нужны людям на самом деле ну и аудитория думаю она такая же пограничная какая она так сейчас она читает про какой там эффект конечно с ноутбука всегда или по бумажке там вид эффект двигарник говорить нам буквально следующее так больше всего на свете человек зацикливает свое внимание и запоминает маска маска кошмар отвратительно так устроен наш мозг мы сейчас не будем говорить почему мы сейчас не будем говорить от чего но вы должны понять что каждый раз когда человек на сегодняшний день заливающий вас теплом лаской расскажи мне даже максим вердикт как-то попроще заходит потому что он но это тяжело нет это правда видимо ну перестань внимание убирать ну даже я так не делаю я могу конечно ругаться но не ругаться разговаривать замолкает не отвечать на вопросы пропадает не отвечает на телефон отвечает на лифон через два часа возникает эффект неоконченного действия эффект заигарник заигарник и человек максимально фокусируется именно на том кто его заставил недополучить ответ почему это но это вода в это вода вы знаете да что одним из множества прочих признаков личностного расстройства является водянистость контента вот мы смотрим а мне опять не за что ухом глазом мозгом вниманием сознанием зацепиться какие-то по бумажке какой-то гарник какие-то чё ты ну и что ну в итоге мысль какая какая вот четко насыщенная интенсивная законченная плотная мысль хотя бы одна вы хотите добежать догнать и выяснить что же происходит зейгарник не дигарник зейгарника на этот эффект зейгарник полностью владеет вами когда как же на неприятный когти эти и татуировки о и ужас мне плохо кто-то кому-то говорит а если молодой человек не вешает на моего просьба уделять мне больше времени говорит что я тороплю события не знаю не знаю я не знаю сколько вы вместе я не знаю как развивались ваши отношения я предпочитаю мужчин которые лишнего не пиздят но я же не знаю через сколько вы вдруг решились так сказать пора кушать быть если вы знакомы два месяца не надо торопить события если вы знакомы три года и говоришь может быть ты мне уже познакомишь со своем или хотя бы покажешь свою квартиру он говорите не надо торопить события тут вопросики с мамой я не знаю не знаю какой ситуации я обменяемый человек я не хочу вам навредить ягодит меняем и человек и не хочу навредить так мы и проверили я не хочу чтобы на моего совета кому-то кто-то не так понял не так услышал или мы друг друга не поняли это принесло вред два месяца это ты мне ответила давай мать еще а куда ты его собралась через два месяца тащить вообще не знаешь но это такой уровень разговоров чиха не так это из кортницы после рабочего дня так пришли с ночной смены так и похмельнулись там и сидят это с кальянами такой ты чё слышь там у тебя этот а вот этот вот этот а ты давай вот за с этим лучше у него больше бабок а ты чё дура что ли вот с этим не надо а вот этот проверенный а вот эту могу тебе уступить на завтра а вот это через неделю приезжает из арабских эмиратов давай ты с ним ну вот такой уровень вот такой обрывки вашей истории потому что тоже пошло у меня обесценивание это страшная манипуляция обесценивание давайте давайте пойдем в обесценивание значит обесценивание это когда вам говорят слишком много на себя берешь а с чего ты взяла что ты королева себя возомнила что ты принцесса инесса ты королевой себя возомнила немножечко вот да можно подумать ну что-то ты много но на кругу еще кто может грубое ужасно для женщины очень грубое то есть не здорово это безусловно и обесценивание но самая классическая ты что королева что ли ты что там корону наделал это самые классические вот с ними вообще не видите дальше дел потому что вы вступаете как будто в некое доказывание того что вы имеете не ну я бы вот подошел к ней сказал бы инесса у тебя корона сейчас лопаткой поправим из песочницы детской лопаткой и она пускал фу это манипулятор вызывайте охрану звоните моему богатому мужу пусть он присылает бандитов он мне сказал вы все слышали что у меня корона как у нарцисски запишу заявление в полицию через своего частного детектива ах он подонок тварь вроде такая умная поступаешь да это тоже это все обесценивание значит смотрите муж говорит что королева что ли можно вас денег жалеет муж не хочет вас складывается эта фраза вот таких людей и муж говорит что те положено только то что он решит что положено он к сожалению решить что это мало потому что да ну конечно она под амфетамином что ли не причем так таратуре правда что даже я пуэра выпил вы слышите какая речь спокойно я думаю она больше не способен корона надела это классический самый яркий маркер если вам это мужчина говорит ничего пожалуйста ему вообще не отвечаете я тебе говорю венесса у тебя корона фуфельная причем картонная пластиковая как у меня на стринг был в двадцать первом году и выкинул промо вот ты вне сидишь до сих пор как ребенок верю что у тебя идеальная какая-то жизнь но она не может быть такой как ты говоришь прям вот ну идеально идеальная ты важно какая ты искусственно и неприятно мы тюкнись мы тюкнись отвечай мне сейчас я ничего человеку без диплома без единого не надо мне еще отвечать у нас просто матюкайся эти мнение у него такой последующим возможным причинам первым в принципе ненавидит всех женщин и считает что все женщины нужно смешать нет вот женщин я как раз очень даже люблю но к сожалению инесса здесь есть некая проблема все-таки женщина с расстройством личности но вот это нарциссизм я немножко проснулся я чуть рано встал сейчас мне начала уже я начал просыпаться по-настоящему все мозг включился нарцисска четко совершенно тут даже гадать не хрен вообще это видно и слышно просто ну это очевидно к сожалению такое такая женщина лично для меня на мой субъективный вкус но она не совсем женщина и она не совсем потому что человек потому что не совсем личность потому что у нее там пустота в которую она запихивает пирсинги татуировки крашеные волосы атрибуты успеха маникюр туда-сюда все вульгарно все на показ все искусственно все не идет все колхоз все масло масляное губки венеры все вместе налепим прилепим все я министерство успеха это безличностность а это не не живая структура внутри тогда это мертвичина получается тогда это не с ней не живое это поврежденное это дефектная а все-таки мы про живых людей говорим про живых женщин значит и как бы и не совсем и женщина получается для меня но я почему поймите меня правильно друзья это всего лишь мой субъективный взгляд и вкус но мы там видим перед собой четко на ну нарциссичную девочку не и у меня это вызывает просто как визуальное так и аудиальное отторжение мне плохо понимаете она мне говорит нет если ты не воспринимаешь такую королеву как я значит ты лошня галима да хорошо только только подальше от таких как ты понимает свои масштабы своего песена и своему кошелька еще на что так ну ладно не будем ну там для того чего бы вы хотели хочет вас поставить на место но не на ваше место а на место в топорах хрустово ложек который просто выучился матекайся сука матекайся вот вас мама обесценивающая что в золотой клайбеле родилась это из-за взряда нежели хорошо ничем начинать родилась бедной семье в дерьме значит так она немножко под амфитаминчиком спидом это конечно сложно тоже так утра тур что воспринимать не понимаю лошня да значит я так и кошелек и писюн ну и хорошо слава богу главное чтобы я говорю подальше от таких еще которые там оценивать будут да нет чур меня чур это вообще даже чтобы я вот на улице где-нибудь вижу то в москве и у меня прям аж это мне аж дурно становится они думают реально это кого-то нормального может привлечь не я конечно не говорю что я прям супер какой-то там нормальный нормально нормальный эталон чего-то да ну нет конечно мне кажется это это страшно даже к она страшная какая-то она как будто реально ты как резиновую куклу как неживому человеку манекену подходишь там столько слоев вот этого всего что там как будто бы ну нет уже и жизни никакой внутри это же страшное ощущение производит на человека ну как с трупом ты вот ты на похоронах сталкиваешься с трупом это же страшно вот это у меня такое же ощущение сейчас на это как говорящий труп какой-то простите дерьмо притязаний вообще никаких жить так с маленьким все но он да и с кошельком маленьким значит смотрите базовые манипуляции для покупка на это раскачивание вас на адреналиновые качели это запуск эффект за игарник он у нас за игарник эффект казино эффект казино психологический эта история про когда вы уже набегались на доказывались на ожидались предложение еще чего-то любви поглаживания все это максим вердикт только наоборот это как бы женское движение есть такое еще пару ставочек и выгодит все что вы уже вложили и наконец вы вытянете курс ну в общем да есть такой эффект да я понял все эти эффекты психологического характера вас запускаются делают ли они это специально давайте теперь разберемся и инесса а можно ли со мной общаться вот посредством даже твоих видео если у меня маленький письмо как любые люди с низким уровнем эмпатии в том числе нрэльщики психопаты у них интимность она взамен всех раду русских тоже вспомнил такая же пограничная 16 операций губки скулы персинги татушки знаете в каком-то смысле это уже сказали все правила игры и сразу в принципе понятен итог этой игры ну я просто ее не достойно ее и всех подобных я согласен не достойно потому что жизнь это не казино да и в казино мало кто выигрывает на самом деле это скорее больше миф либо сконструированные специальные акции на самом деле казино эта история про абсолютно бесконечный развод людей на бабло психологическое как и у тебя люди которые играют в казино прежде всего что что ответим сейчас я вам откликаюсь я очень рада спасибо большое итак мальчики девочки отвечаем на вопрос прежде всего люди которые играют в казино они что пальчики как его красиво они больны если вы играете психологическое казино губами тоже в общем добрый молодец хорошо теплом работы такой кайф когда что хорошо разбираешься какие в этом они манипуляции так легко жить далее мы идем конечно же и дальше и на ты давно не матекалась она абсолютно невыгодно для себя услугнили в отношениях всегда и гарантированно все становится хуже перейдем к еще одной моей любимой манипуляции раз мы сегодня мы очень по-быстрому видите то что я больше всего ненавижу я переступила через мучше дать по-быстрому по той простой причине что в блоге много новых людей и возможно они пока не понимают зачем вам читать мои длинные статьи да пока не понимают зачем смотреть мои длинные ролики это потому что я все это расшифровываю длинный потому что писюн короткий это как компенсаторика так это не клект это манипуляция на хорошие бескорыстные девочки ой который ты иногда прикидываешься чтобы сначала втереться в доверие а потом как бы ты снизу подстраиваешься вот я и говорю хорошая девочка ведьма у нее вот это вот расщепление вот она сначала поставишь мой она хорошенькая заплати за мой кальян в чехане возген вот и а потом она так раз-раз через два дня два дня начинает его проверять его границы начинать его тиранить а там уже бешенбаев такой же подобрался у вас генчик и а он уже под нее подстраиваться она становится тираном для него там они опять меняются в этой садом а за игре фу какая на мерзкая история так далее мы идем дальше да мы идем куда мы идем вперед ведетесь когда вас винят в том что вы хотите жить нормально есть нормально в нормальных местах не ходить в минус 20 по морозам при знакомстве нет не стоять в очереди в ххс на мощи святой матронушки в минус 20 без подштанников отморозишь придатки мак хотите приехать на такси куда-то вместо того чтобы незнакомого человека впускать в себе дом или говорить ему себя ну такое приходит сделать оплату дорогая аренда обыграть его маска и чтобы у нас слабо на коленке в свои вонючие продресса клиента нужно чувствовать внутри да и несу не хотите идти к нему в гости смотреть кино потому что там вы смогут изнасиловать снять на камеру а потом показывать ой она так об этом солдат сразу рассказывает вот блин вот был классно и я вообще люблю такое люблю-люблюсь и извращения какие-то вы говорите пойдем кинотеатр за это вас называют тарелочницами и меркантильными да максим вердикт и сразу опа склейка монтажная режиссерская версия сейчас опа вот у нас кто пара тарелочниц ведет детективное расследование уже много-много лет ах ты тарел и он прям на нее так смотрит а тут вот она тарелочница образовалась мы не такие вот видите ведь я уже сказала она повтори за мы идите гамбургеры даже если вы ппшница у меня ну то есть это называется как как мы это арт орексия нельзя гамбургер песенки тогда что песенка плохо не подумал вот это вот маленькая вот я плохо подумал вонючих непонятном месте притон жизни да вот это как у меня кстати наконец-то смотрите какая как не ну я то я это точно вот и сленг внешний вид поведение образ мышления это это прям перри профиляция переквалификация из эскорта из проститутки в психолога это часто история вот я говорю даже марина алёна богданова это проститутка бывшая а стала психологом ассертир ну как тут так и вот инесса по тому же принципу но она подрабатывает подрабатывает диплом есть там еще один такой это называется курсы там глубокий переулок 1 дробь 2 глубокий переулок это бар 317 допустим где отарик с режим и бухает виски и меня не зовут ну это где-то сейчас повышение цен инфляции но это где-то 15 час 15 сейчас в принципе приемлемо потому что на самом деле дур становится все меньше им становится жить все сложнее нет дур одинаковое количество как шизофреников как гомосексуалов как психически больных людей это гомеостаз биосреды или социума или биологической популяции что не делай около семи процентов гомосексуалов в обществе там какой-то процент плюс-минус психически больных людей это шахматная партия это гомеостаз который воспроизводит сам себя отчеты с этим не делал будешь ты их там как-то карать лечить это все равно останется плюс-минус одной только вот это шахматная партия наша жизнь и это регуляция природная биологическая определенного соотношения сколько пеших сколько ферзей там сколько и так далее да то есть не надо инна инесса про дур становится меньше ну с твоей помощью их по моему становится больше я не хочу есть гамбургер а я хочу я недавно торт ел сегодня допустим хотя вполне могу я действительно искренне считаю что мужчина женщина может вывести в приличное место никто не говорит о мишленовском ресторане о чем вот это нормально они действительно важно что мужчина может заплатить за ужин не потому что я не могу заплатить за ужин а почему мужчина который не может купить еду никогда не саду в чужую тачку согласен правильно молодец и мне не скажешь из незнакомых людей потому что прекрасно понимаю как это опасно что это может быть психопат который будет не преследовать с катаной скоро катан то будет есть адрес назовешь будет уже преследование ой-ой-ой-ой она прям так это представляет у нее прям такие фантазии а ну блин как классно вот выходные провела мать оставляет продолжать обнасиловать с ними спать или отдают дорожникам или требуют деньги я нет не пойду смотреть кино постороннего мужчине домой в свой дом его тоже не впущу и короче в итоге она просто сидит дома одна и рассказывает какой она успешный успех потому что не так не так не так не ну никак она не хочет ничего и не подходит все опасно опасно что главным образом а опасно разрушение ее иллюзии в которой она живет вот это главная опасность для нарциссы готовы ли я из этого просвет тарелочницы до меркантильный вполне так меркантильный тарелочный склейка опа смотрит уже подсматривает за ней о моего следующем посмотрим у меня еще есть друзья внимание два часа вы понимаете что это будет почему для вас меркантиль в плане того что я хочу чтобы мужчина что-то зарабатывает и мог себя ну у тебя же есть богатый муж уже а у тебя и два бизнеса уже ну все успокойся позволить даже полузнакомую девушку покормить в кафе не гаммуром почему для вас это стыдно не стыдно очень даже хорошо а по поводу дарил подарки я скажу что я запишу себя дарил подарки наркантильность я очень расскажу давай почему почему так плохо сказать да я хочу мужчине который зарабатывает и может у меня потратить дал мало знакома на чего мне с тобой знакомиться дальше если ты не можешь даже этого для чего мне общаться дальше с мужчиной чтобы после свадьбы мне первый раз на ужин пригласили что я согласен лучше обретарился чем ваша это мой девиз лучше я буду унижать и манипулировать чем сама стану жертвой манипуляции у них видите такое и или так или так опять вертикали иерархической либо я лошара снизу либо я доминантная вам тут не не это самое я королева у нее опять как и у максим к максимке вот просто они не могут спокойно нормально никто не лошары никто не король просто общаемся так может быть ну как-то на равных ну нет это мой девиз я не лошара вам тут ясно блять фу какой смех простит угощаюсь близких там знакомых и команды на все равно это я реально не понимаю объясните мне пожалуйста почему вы должны общаться с мужчиной который не может да не общайся уже мы проехали это ну все ну это заслуживание еды это как код на только кота хотя бы не ебут как я говорю да за то что он дает ему поесть и проживание проживать под одной крыше как вы можете ехать в чужую квартиру аку клачев ебёт я 86 года ты моя хорошая меня и мое окружение воспитывали приложение очень не скромнее будет лишнего не просям вот тут совершенно не причем 81 считаем сколько ей лет так 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 на семь лет меня старше а мне будет так не 35 есть 42 правильно я будет 43 мне 36 так не всех в нашем возрасте воспитывали как приложение они сразу отвечают а ты мне что ну тут я очень хорошо знаю что отвечать в ответ и это дала на ступеньях но вопрос там зачем на ступенях а тут бесплатно не скажешь да мой сын студент вот девушек нормальные задние чтобы не позориться вот именно позориться шоу на экзамене каком-то что типа тут позорно а тут не позорно это надо а то маме будет стыдно за тебя сынок слышите позорно это вот опять это как андреас говорит постоянно есть какой-то оценщик который на тебя смотрит и оценивает какая-то привязка или родители или общество или государство или 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 церковь или бог или кто-то что-то смотрит и оценивает тебя стыдно тебе вот за что-то будет это плохо хорошо да то есть это вынесено из человека куда-то вовне кто-то смотрит и оценивает а сам себя ты не можешь оценить и а понимаете а нельзя почему потому что это только у здорового человека есть система ценностей собственная внутренняя шкала что можно что нельзя лично мне как это вор законе то что закон у каждого свой внутренний закон как это нравственный закон внутри нас и звездное небо над нами кант вот внутренняя ценностная шкала а у нас нету ее он куда ветер подул туда он и примкнул кто сильнее с тем и он куда тренды мода туда и он то есть у него нету этого якоря который его заземляет во-первых у реальности а во вторых у него есть свое как бы видение да вот ценность не ценностная шкала вот так вы слышали вас купили вас скажите вы все люди которого попросили меня купили меня купили вот поехала потом угроза преследование три года я же вам говорю да но специально надо выбрать такой бешенбаева подстроиться к нему потом он насилует а ты жалуешься что ай какой он плохой ну так потому что выбираешь ровно таких это такая же проблема как у максимчика вердикта он выбирает определенных подгоняя решение под результат мамин внушенный еще с детства и потом на всех обижается так выйди из этого всего просто и вдруг окажется что твоя фантазия разрушилась и оказывается мир очень широкий очень разный там есть по всякому нет хочу вот в свое в своем замке жить песочным где все бляди а я д'артаньян и у нее такое подобное почему у вас такая проблема с принятием того что женщина вообще должны искать себя мужчину который в целом глобально может заплатить хотя бы за еду я устал я устал уже давайте максимчика это тяжело правда друзья знаете максимчика ох сейчас максим щек нам расскажет как нам надо жить быть ну что ж инесса как вам друзья я еще раз говорю я ее раньше не смотрел и вердикта вчера только посмотрел вместе с вами сегодня второй день интенсиво но это интересно интересные люди интересные ребята но расстройство одну и тоже так подождите подождите нет фирму оплачиваю продукты сегодня у меня зачитываю меню и так инесса мужчина который платит за еду себе естественно так 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 сейчас я уменю зачитаю какая у меня какое меню и так молоко корио коровье полтора литра качота с пожитником три штуки сырники замороженной яйцо куриное два десятка и домашняя курочка как вам по моему неплохо и так максим щек вердикт девушка требует много внимания это сразу отсылка вот сюда она говорит про него а он сейчас будет про нее говорить тварь тарелочница пополамщица внимание также часто просят подарки как правильно это все реагировать это говоришь про особенный типа женщин которые которые называются нарцисски и пограничницы сидят на игле дофаминовых поощрений да внимание восхищение а же такой качота с пожитником а это такой как бы домашний сырочек такой они там делают у них там коровки молочко творожок сырок сметанка там какая-то сыворотка еще есть кефирчики короче полностью молочка сыр домашний а пожитник это типа такие как семечки ну семечки такие вкусненькие 43 года и все про еду и тарелки надоело жутко всего за 30 минут до ужас просто вот вы представьте с такой жить ты это же можно реально застрелить спрос сразу вкусняшка вкусняшка да да спасибо ну смысле взять и пробуйте тоже вкусняшку и все там продукты очень хорошие я бросил ходить по магазинам супермаркет там еду покупать ну так иногда по мелочи бывает довольно давно и как-то мне это очень нравится просто есть такая возможность вот романтика ухаживания приятные слова возможно подарки это для нее кислород и без этого физически будет плохо можно быть есть предположение что вердикт осознанно играет роль чтобы его покупали ну может и так быть но он как сказать он не так всегда играет какую-то роль так или сяк больше или меньше я думаю что он все равно на маске такой человек ну как сказать ну у меня такое впечатление складывается потому что в русскоязычном пространстве распространено иерархическое мышление ну личностно расстроенном каком-то пространстве психопатском нарциссском распространено иерархическое мышление нет мы можем его описывать как часть реальности что она есть но я его не культивирую потому что мне это претит я не люблю сам подчиняться и я не хочу никого подчинять я вываливаюсь из этой системы как из останки на я вывалился долго то надо ну ну не то что я там кем-то руководил конечно то есть там вот эта иерархичность да мне это не нравится абсолютно здоровому человеку не он не хочет власти над кем-то управлять властвовать контролировать мы также не хочет и к себе подобного поэтому как-то да это есть иерархия иерархия но я туда не стремлюсь потому что я плюс-минус понимаю насколько деструктивные там законы работают и ну конечно полностью от этого не обойти как часть нашей всей реальности мы так или иначе от кого-то или чего-то зависим каким-то образом да и где-то мы должны подчиняться или делать вид и там и так далее это все понятно но как бы я максимально дистанцируюсь от этого мне просто не нравится это и нравится понимать что это своеобразное это не русскоязычное пространство это просто пространство людей так устроено и определенных людей вы понимаете дарком и говорим основном а психическое расстройство психическое но нам мужчинам нравится уже 3 на мужчинам но максим ну зачем ты врешь но какой-то мужчина мужчина позиционируется позиционируется как мужчин на в зависимости от отношения к женщинам вот как он относится к женщинам такой он и мужчина это как бы взаимозависимые такие вещи это очень такая лакмусовая бумажка какой какое отношение к женщинам какой-то и мужчина если у тебя такое отношение к женщинам значит ты и не мужчина я так предполагаю но проблема в чем опять колба за закрытая запаянная у не он нарцисс и он видит только либо нарциссок либо пограничность он считает что это все общество все женщины они только такие он просто не может из-за своего расстройства увидеть других женщин психически условно здоровых ну естественно и они его есть даже видят они сразу вот как в моих комментариях под разбором они пишут ой слава богу что это кошмар или у меня был такой я там с ним рассталась это ужас это то есть они его тоже естественно выбирать не будут уж они здравые женщины то есть у них игра она такая очень закрытая между собой они внутри свои своих личностных расстройств пограничницы нарциссы нарцисски кто там еще антисоциальные расстройства зависимое расстройство личности вот они в этом в этой песочнице во дворе только там они играют описывает еще раз говорю как в принципе глобальные отношения между мужчинами и женщинами нет максим это не так у нормальные отношения мужчины и женщины они по другим принципам вы выстроена на базе прежде всего психического здоровья все-таки такую идею что это не отклонение вовсе а чуть ли не базовая потребность любой женщины когда если вот ты ее не закрыл то комплименты подарки цветы и деньги базовая потребность и внимание женщин как базовая потребность а а лучше это расстройство или как и не понимаю опять как это отклонение развивается так как никогда за всю историю человечества женщин а он знает всю историю естественно человечество и такое количество времени силы энергии на то чтобы стать симпатичнее когда ты во что-то очень сильно вложился то начинаешь сверх трепетно к этому относиться опять пошла бодибилдер пошло может выглядеть почти идеально но если ты ему скажешь что ты сдулся или там ноги у тебя отстают то тем самым ты сделаешь ему он вот смотрите у он живет в пузыре в пузыре и он описывает или в аквариуме да допустим вот рыбка плавит и она видит только вот этот аквариум небольшой и она описывает все что она видит считая как мы вчера проговорили с вами что это все океаны моря весь мир все весь млечный путь и там галактика просто аквариум психического расстройства буду написывать свою фантазию в аквариум этот и он убежден в том что это все что есть в мире потому что его фантазии есть реальность и он описывает свою фантазию как всю реальность для всего человечества отсюда такие обороты речевые за всю историю человечества то есть он понимаете насколько он грандиозен и насколько его грандиозность пропорционально его ограниченности в этом аквариуме отсюда понимаете там две стороны одной медали золотой ребенок козел упущения ненависти там и там высокая завышенная гипертрофированная самооценка и слишком заниженная это две стороны одной медали это неадекватная самооценка раб мазохист и садист тиран это а две стороны снова одной медали это расстройство личности потом все человечество вселенная млечный путь весь мир все мужчины все женщины вот такие категории максима вердикта это вторая сторона этой медальки это два квадратных метра метр кубический его аквариума то есть это насколько раздуто настолько же это и ограничено то есть он описывается очень такую маленькую пробирочку своего вот этого расстройства в голове и он убежден еще раз повторю и он восторжен от того насколько это реалистично и всеобъемлюще ну по крайней мере внутри него очень больно в большинстве случаев я думаю тайну не открою чтобы и билдер это закомплексованная груда мышц потому что он в угоду своей внешней оболочке починил всю свою жизнь уже как следствие очень зависим окружающих да вот точно я ем торт происходит и у женщины чем больше она в себя вложила тем больше объем дофаминовых поощрений ей будет нужен я думаю вы замечали что сейчас много открывается курсов тренингов пишут книги на тему того как женщине себя полюбить в результате самомнение женщина раздувается обратной связи от мира подтверждение тому что она круто но потому что это он описывает опять имитацию этой любви к себе эти курсы они никакую истину и любовь не раскрывают к себе потому что это покупают потребляют такие же пограничные и нарциссичные девушки и он опять описывает расстроенных девочек которых только он и считывает и видит вокруг это не любовь к себе посредством таких курсов и книг это как раз таки до имитации будет расфуфыренность это просто пища для людей в расстройстве личности чтобы потешить их грандиозность поэтому они как мухи на говно и слетаются туда они покупают эти курсы и тешит свою грандиозность не выходя из своего расстройства поэтому да он правильно описывает но опять какой сорт скажем нет какой каких женщин он тогда описывает опять только тех которых он видит своем аквариуме расстройства ну да там такие же рыбки плавают как и он ну максим но еще раз мы тебе говорим есть океан там киты синие бывают косатки дельфины морские коньки ракушки там разные рыбки такие сики разных цветов размеров объемов там есть еще морские котики там тюлени туда сюда понимаешь там огромное количество вариаций нет он уперся вот у него есть эти аквариумная рыбка он и такая такая же вот как и он и вот они там ходят бродит и и и он описывают эти отношения там агрессия конфронтации скандалы какие-то манипуляции вместе все хорошо я же говорю и что ли так а мы читаем вас так сам расфуфырен и хоть и но хоть и не и женщина женщина осуждают за желание красиво выглядит это никто никого не осуждаетесь нормальные люди просто живут и радуются так красиво выглядит ну психически дрова женщина всегда красиво у меня насчет него давно ощущение что там прошит принцип парэта до 80 на 28 купить его гайды за идею что ухаживать не надо а можно как собачки и кошки прям на улочке под кустиком а 20 процентов найдут там прошиты толковые установки зависит от интеллекта у него там еще статья есть виды чего шлюх понимаете это вот человек подходит вот у меня бомжи около помойки тусуется иногда вот и они там роются что-то ищет кет банки там еду к и не на и вот он тоже вот он в эту тему залит там шлюхи тарелочки цемеркантильные бляди там это продажные суки там и и вот он копается в этой помойке и он сорта говна там раскладывает на на это на асфальте вот из помойки достал так шлюха такого сорта такой то есть у него он больной отойди и от помойки просто иди подыши воздухом смотри на природу на красоту там нашли то он нет он около помойки застрял примагнитил нет так шлюха такого но там какашки белые собачьи засохшие так какашка такая жидкая такая и там простите друзья там и все он разложил так вот так шлюха и разных сортов ясно только ходит вокруг помойки тут все разложил баночки эти значит мусорные пакеты какашки кошачьи горит тут сорта такие тут ну это ну это больной человек просто как и реальные вот бомжи которые да вот из помойки питаются то что ты ищет но это больные люди вот так же и он но он не может отойти отвязаться от этой мерзкой вонючей помойки значит он сам больной сто процентов меня его грандиозность пропорционально его ограниченности браво михаил вам браво друзьям грандиозность пропорционально его ограничиться конечно нужно серии нужно срединный путь так вкус чувства меры баланс а значит психическое здоровье посерединке да друзья стоп комментариев мне конечно не было никогда вот опять ну все теперь я знаю на чем хайповать а и нас литвиненко литвиненко как я не собираюсь хайповать какая вот лицемерка конечно не а я буду гулять а я собираюсь к и по вы не союзе не стесняйся так но есть и какие-то плохие комментарии понимаете понимаете нет такая тоже не угодит максиму пишут комментарии а ему никто не угодит ему все не так и это слишком красиво а это слишком некрасиво это слишком умная а это слишком глупо и ему все блин не так так у них одновременно с римской вышли статьи как на себя одеть корону ой 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 но вы там и погибнете в этой короне то есть как стать нарциссом так что ли получается у н римской курс а у него нет как сбить корону с королевой и смотрите подобрать и надеть на себя вот так это же игры нарциссов между собой так что это очень весело было послушать а где плохие комит а где а вот так они удаляются бац и вроде их и нету и хайп продолжается а вот так вот такой михаил басинский хитренький вот вердикт незрелый неадекватно правильном ущерб наконец-то автор мужчины говорит такую какую такую я ну-ка не мне приятно конечно ну просто уж как-то такую правду да там просто включил посмотрел там он каждый из вас может такой разбор сделать я уверен вы же это сами все видите это же все но настолько отчетливо и видно и чё тут прям такого что какие-то я там секреты раскрываю как будто люблю чё еще нужен чё еще нужно дофаминовое поощрение ах ты почти каждый день у меня продолжается у меня продолжается вчерашний вчерашние удовольствие от разбор я вот когда сам вот так вот делаю мне кайф и видимо этот кайф он как-то передается аудитории да и тоже как люди веселятся как-то у смеем классно прикольно вот и я прям даже ложился спать и думаю ой быстрее бы новый день настал я новый сделаю разбор еще пока и фу знаете как немножко детское ощущение такое как как вот ребенок он когда ложится ему интересно жить и он думает вот быстрее бы ночь прошла и настало бы утро и новый день и новый разбор и новый кайф и новый смех вот я в таком сейчас вот нахожусь ощущение собственно исключительно порой вот это психическое отклонение доходит до какое психическое отклонение что цветы хочешь и внимание и комплименты опасных кондиций я сейчас выйду опасных для твоего иллюзорного вымысла в котором ты живешь а то разрушится а я я опасно дэнджер максим чик одну из множества цитат психологов интернете так если мужчина тратит деньги на женщин они возвращаются ему от вселенной десятикратном размере это элементарная финансовая а почему от вселенной а почему напрямую нельзя ходить ты я я тебе делаю приятно ты улыбаешься мне уже от этого приятно и ты ну если захочешь там ну как-то тоже сделать приятно какая-то вселенная кит посредники какие-то чё ты вот это какой-то правой рукой до левого уха опять грамотность женщина к таким записям репосты делают лайки ставят в ладоши хлопают по сути только что психолог поставила женщину на одну ступень с богом ой-ой-ой ой ну не ну максим это бриллиант конечно в мире нарциссов извращенцев психолог поставил женщину на уровень бога а я говорю так психическая психически здоровая женщина живая настоящая натуральным слава богу никак конечно кукла пластиковая как инесса а нормальная обычно просто женщина живая главное психически здоровая то есть это и есть божество по сути улыбка женщины или как это ну типа самое дорогое в жизни хорошо высокопарно хорошо снижу градус но допустим я как-то на стриме даже говорил если бог есть то эта женщина или я говорю допустим счастлива женщина счастлив весь мир как тебе такие например в искать я понимаю да высокопарно может так как как-то слишком там высоко ну вообще-то мужики настолько глупые вот такие как ты максим они не понимают что они чем хуже делают женщине тем они хуже себе делают им это все и не от вселенной а просто возвращается тем же самым еще в большем в десятикратном объеме а женщины да еще раз подчеркнем условно психически дорог живые нормальные адекватные они очень благодарны и они когда видят к ним какое-то искреннее теплое отношение они тебе добровольно как бы по любви да ну ну не то что вернуть ну как-то тоже отреагируют и вот в этом контакте просто человек человек безвычурно стигни кто лучше никто них у нее кто хуже как бы наравне происходит просто контакт взаимодействие от которого ну в принципе нормальные люди получают удовольствие нет у него такого нету а почему бы мне бедные бабушки не помочь или дедушки или тогда вот у него сразу какие-то передергивания а как что за противопоставление как это странная какая-то ложная дихтомия помочь дедушке и бабушке или подарить тарелочнице букет цветов ах понятно нет уж я лучше бабушки с дедушкой а ты кто сука в десятикратном размере не вернется видит просто разные вещи есть женщина а есть бабушки и дедушки есть еще там мам папа есть там начальник на работе то разные вещи просто разные сферы области жизни должна быть правильно аккредитованная женщина аккредит хора кредиту можно закинуть монет инесса лилипут и гарантированно получить кэшбэк кэшбэк а у него все видите в позициях описываются какие-то финансовых схем механики пирамид какие-то вот эти аккредитованность закредитованность то есть он 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 все может не кроме просто просто любви описываешь эмпатии любви но какой-то простой очень примитивный даже на его взгляд естественно это вы и там лохи чутки какая-то любовь там у вас тут дурацкой эмпатии что вы искренне верите в людей любовь и дружбу ты пошли вы нахуй у меня тут закредитованность у меня тут это тут все очень сложно блять я такой выстрел себе замок иллюзорный шухарен разберешься здесь два самых популярных сценария отношений с таким типом женщин так первый первый ты раб снизу 2 ты тиран сверху что у тебя больше других вариантов нет мне приходится быть всегда на чеку чтобы мужчине дарба насосом турман на самом подкачать женственность девушки романтика комплименты человек все должно пойти в ход как в этот момент рассуждает мужчина он думает что-то я сейчас превращу жизнь женщина в сказку и вот за это она будет в сказку на что он волшебник принц на белом коне имеет дело с пограничницей который хочет рыцарь и героя спасателя волшебника он прилетел на голубом вертолете сделал сказку но забыл о том что он включаясь в эти игры с нарцисской или пограничницей он заведомо уже проиграл ну он проиграл пошел у них одинаковый диагноз когда вот они тусуются вместе вступают в эти отношения у жертвы и у нарциссы и у жертвы у него у них одинаковый диагноз значит так значит первое идет сахарное шоу создал или сказку она в него поверил он пока что сверху она снизу принимает и говорит ой я тебя ждала всю жизнь мы наверное кармическая пара так дальше что происходит сахарное шоу идеализация дальше что будет моя женщина точно знает чего хочет от жизни она твердая и четко мне в этом сказал но мы же с вами понимаем что баланс значимости будет провален он слова я заменяет словами мы мужчины да да примазывается очень не не это не в попад какие мы мужчины если в нормальном мужском комьюнити обществе он будет говорить такие вещи про женщины и просто от пиздит в углу только катаре говорит если кто-то там у нас кутаисе толкнул девушку во дворе его просто и забьют если кто-то скажет там повисит голос там или обзовет как-то и вопросу убьют там это вот нормально мужская мужская реакция когда идет какое-то насилие в сторону женщин ну не мотивированы понятно да откуда от кого исходящий поэтому мы мужчины нормальные мужчины понимаете что с ним сделать за такие высказывания за такую уродскую позицию ублюдку и он не сможет объяснить почему так себя ведет и так говорит потому что он как бы он опять же не в реальности братья внимание вспомни в самом начале отношения она могла радоваться бумажные розочки которые ты сделал из казенной салфетки что это за подарки такие на мне кто-то рассказывает на консультациях ну не кто-то вполне конкретно но рассказывает на консультациях пишет стихи а там проблемы финансовые там все не хватает стихи пишет и потом еще обижается что не реагирует на стихи он же поэт потом на просто деньги приносить дома это заниматься детьми там это тяжело очень тяжело но реалистично нет стихи а тут розочка бумажная увидите какой уровень детский а чуть позже карте и тиффани но уже восторга не вызывали карте и тиффани ой ну естественно он рассказывает про то чего он никогда не делал что настолько жлоб что там далеко от карте и тиффани ну хорош максим ты такие слова говоришь только потому что ты не делаешь это ты далек от такого как сказать ощущение внутренней щедрости или наполненности и желание вызвать у человека радость просто через какой-то презент тебе очень далеко до этого до все что ты придумываешь не более того получается так что мужчина сам откармливает женщину и ждет что у нее появится чувство сытости но этого не случится это бездонная бочка чем больше ты закинул сегодня правильно если она в личностном расстройстве если она погранична с нарциссом друзья я понимаю что надоели эти слова на их повторяя дать сокращение нрл п рл нормально так правильно тоже неправильный выбран объект для отношений почему неправильный а потому что ты такой же ты других не видишь поэтому там всегда будут проблемы я говорю он описывает свой проблематичный расстроенный аквариум говоря мы все в мире мужчины и женщины да это только у тебя тем больше потребуется завтра а однажды всей этой массой женщина просто стошнит и она тебе скажет стошнит чувства куда-то подевались не знаю чего я хочу пока второй расклад ты парень видный женщина так то есть после сахарного шоу идеализации с его стороны волшебника создал сказку а потом она начала его абьюзить и обесценивать то что он для нее сделал он расстроился а она его кинула и ушла умертвив своего мертвого отца в этой реконструкции вторичные отыгрыша он не понял что с ним случилось у него он выбрал себе по подобию своей мертвой матери а она по подобию своей и кто-то кого-то кинул допустим она его кинула и она сразу кто шлюха блять меркантильная тарелочница дальше второй расклад от максимичка понимает твою объективную ценность ты верно поставил себя в начале ваших с ней отношений и поэтому ухаживание с тебя особо никто и не требует но потреблять эмоциональный ресурс в таком случае женщина будет на стороне а ты захочешь с этим бороться паранойя началась как классические у нарциссы так уже на стороне у него там мужчины соцсети вот эти вызывающие наряды ну и тому подобное так второй сценарий так она от него пытается сепарироваться как бы убегает через соцсети выходы в откровенных нарядах по клубам кино это она хочет убежать его обесценить и вообще сказать мы не пара то есть она хочет произвести с правильным объектом подобранным по подобию родителей этот процесс сепарации отыграть а он это растение это предательство ты шлюха и со всеми спишь и не меня не ценишь он опять он застрял застрял буксу прям зарывается колесами в снег в грязь он прям уже все все на днище сел там колес просто так вот крутится уже там покрышки горят и он и он все крутит крутит уже бензин кончается масло сгорело уже всю дым пошел он крутит 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 как только сильную позицию ты потеряешь жизнь сильную позицию а ты что считаешь что ты в сильной позиции с таким рассуждением и с таким психическим возрастом реально развернет заранее подготовленный рулон претензий на тему того что ты там давно на нее забиваешь не любишь не ценишь да и вообще там пять лет не будет нормальная женщина так говорить она один раз скажет хорошо два раза скажет и уйдет если что-то не устраивает если она будет зудеть предъявлять претензии драться кусаться бодаться скандали она такая же если она еще при этом остается начинается вот эти всрачки перетягивания каната кто лучше нет ты на эту роль а ты на эту вот это цветы не дарил романтики не давал ну а значит настало время перед ней присмыкаться вперед вот и он описывает что там было доминирование контроль сверху в первом варианте а это раб мазохист снизу описывает она тогда будет сверху смотрите у него опять вот это расщепление нрл либо присмыкаешься снизу жертва мазохист либо ты садист тиран дед под сверху все у него ничего нету между серединке все он распадается значит снизу ты будешь под подстраиваться в ситуации когда у тебя активируется этот плачущий травмированный внутренний ребенок до 5 лет психический возраст то есть твое истинное эго и я это ты будешь мазохист снизу тогда тебе нужна доминантная такая кастрирующая мамка жесткая грубая либо второй вариант ты через ложное я воланда становишься сам насильником преследователем садистом и тогда тебе нужна кела внизу такая вот которая будет рабыня наоборот все и ты переключаешься из ложного в истинное от ребенка плачущего пятилетнего в грандиозное на пьедестале нечто вау которое знает всю историю цивилизации человечества и который уровня Александра Македонского и который все знает и про всех у него такое прямо я самый главный человек и вообще кроме меня в мире вообще ничего нету я и есть весь мир вся вселенная есть только здесь я а вы все это декорация и часть моей фантазии все и вот это идет переключение туда-сюда туда-сюда супер высокая самооценка грандиозность тоже кстати детская и супер низкая я ребенок который боится всего разрушение фантазии я живу в домике из грез мне так страшно мне так больно и вот он туда-сюда скачет я хочу подчеркнуть я не против подарков я полагаю что любому человеку нравится подарки дарить в первую очередь нежели получать но не тебе больше того скажу у меня у самого не раз была ситуация когда я там жене говорил что давай мы тебе это купим у него жена еще есть интересно на нее было посмотреть она говорит да нет там это дорого и мне приходилось настаивать не надо смотрите какая манипуляция а все таки давай говорит это купим и он ее так это проверяет она такая снизу да не надо максимщик на меня тратится я же лохушка простушка твоя хорошая рабынька мне и так сойдет по унижай меня еще он такой ну хорошо грандиозность его снизу держит потом на следующий день просыпается скандал ему закатывает она уже сверху садист преследователь слышь а ты че мне все таки не купил вот эти сережки и он такой начинает а он уже снизу и у них вот эта садомаза вот эта борьба в партере продолжается я не знаю сколько всю жизнь в принципе если ты хочешь что-то сделать подарить ты просто берешь и делаешь не надо спрашивать вот это хочешь не хочешь а там дорого дешево бери и делай просто возьми подари и все это как вот это поцеловать женщину да не надо у нее ничего спрашивать бери и целуй смотри на ее реакцию просто делай все ой можно я там а вот хочешь вот это не дорого это ну как мальчик ведет себя и а выставляет ее как плохую женщину манипулятор а на самом деле он тоже манипулятор конечно это не какой-то там блеф я могу и вообще ничего не дарить естественно как обычно это и делаешь потому что жлоб каких только поискать с головой в работу времени какого не уделять в какую работу кем ты работаешь в смысле я занят чем ты занят никаких претензий на этой почве не возникли так а вот смотрите комментарий интересный максим вердикт очень умный человек и говорит в принципе все верно не придерешься но он типичный нарцисс да а у всех нарциссов всегда один и тот же сценарий бе для всех без исключения обаять и бесценить слить они получают от этого каев потому как вампиры и боятся что с ним так же не поступили потому стараться при совершении первого акта сразу перейти ко второму грустность но умный да все таки ну хорошо не ну пожалуйста я не против пусть он для кого-то будет умным может и он и умный кстати вполне дело в том что интеллект с психикой никак не пересекаются психика это отдельная история и сфера а интеллект это отдельная да нарциссы и психопаты они достаточно часто бывают очень даже интеллектуально развитыми про недостаток внимания толку то что от этого я же выбираю женщину как союзника как помощницу союзника помощница союзника помощница вот так которая будет с меня чего-то тянуть тянуть как он передергивает она тянет сука такая простые вещи просто хочет а он ах ты тянешь с меня все сразу манипуляшка началась опять у него ущербность вот это травма его включилась детская ах то нет ты как моя мамка меня с меня что-то хочешь я вижу перед собой не тебя как реальную женщину а мать перенос матери я у меня двойное материнство включается да перенос как это называется я просто комментарии разгребаю вот допустим когда мне нужно записать я с понтом тип такой это блогер миллионник поняли да комментарии разгребают по утру это новый курс жена об этом узнает сразу просит в чем помочь или там лучше с детьми поехать там на квартиру у тебя еще и дети есть чтобы мне не мешать ой кошмар это мои будущие клиенты это женщина на ее месте могла же повести себя принципиально иначе допустим там сказать о том что вот ты весь в работе внимания мало мало времени с детьми проводишь тебе нужно вот ты езжай а мы будем здесь да и вообще мне нужна там чуть ли не компенсация за то что ты много работаешь давай-ка что-нибудь мне купи я сейчас ничего не выдумываю это те истории с которыми обращаются люди а что за история такая криминальная ну хочет купить ну и купи ты же ее любишь вроде как ну хочет и купи в чем проблема а нет это криминал это неправильно это я сейчас буду исправлять да и в жизни я такое видал видал поэтому такая женщина союзником быть не может знаете это как комар вот комару плевать союзником ну он как-то мамку себе ищет какой-то вот как союзник вот как как сестра хозяйка няня вот что такое домработница какой-то союзник ну вот хотел к его удовлетворять он так будет где-то может капризничать надо сделать то я хочу закрой мои потребности удовлетворимые желания перед этим их угадав безмолвно у нас же телепатия должна быть ты должна предугадывать что я хочу ну там вот и такое у тебя настроение больно тебе или нет редкостное зло да будет ли я там чесаться он тупо хочет попить чтобы закрыть свою потребность так согласитесь ну глупо на комара за подобное обижаться вот на такую женщину обижаться тоже не стоит важно понять что ваши отношения для нее это декорация чтобы закрыть правильно потому что она нарцисс такая же как ты свой личный запрос она твою декорацию из своей декорации пытается разрушить пнуть ногой и ты так обижаешься начинаешь тут рассказывать ой какая и какие неплохие я пойду и вас научу пойдемте вместе им декорации разбивать вы никогда не задумывались ужасно душно это же признак как раз психического нездоровья когда водянистость душность дурно становится плохо тревожно дискомфортно как в жизни так и с подобными блогерами в ютюбе очень тяжело я думаю ты чё вздыхаю мне плохо друзья и нам нужна какая-то очистка через какое психическое здоровье включаешь панасенкова песня вообще какой бы он тоже там нарциссический персонаж не был но тем не менее савельева включаешь тоже самое песня с любого места а тарика включаешь вот из последнего он конечно тоже такой ну непростой да но я слушаю мне приятно и у меня ничего не режет у меня нет никого напряжения внутри как-то идет и идет нормально грузит грузит ужасно грузит ой сука какая же он так так у нас сейчас осталось остался чан ну все максим теперь я на тебе сделаю хайп расширю аудиторию эх так вытягивает энергию нужно посмотреть про медведя мансура после локсинки для дезинтоксикации да так друзья обязательно покупаем против комаров и клещей сейчас сезон аккуратнее пшикаем везде везде я просто вспомнил про комара и клеща сразу мне морда перед лицом вердикта возникла надо опрыскивать обувь носочки шортики там аккуратнее все до июля месяцев клещи так и вот максим вердикт вот от него тоже к вот техлофос нужен вот какая-то очистка через музыку на я думаю на это хорошо сделать все мне плохо просто приз перестань максим ужас просто кошмар опять словесный салат не ну это называется резонерство водянистость резонерство бесплодное мудрствование бесплодное мудрствование это тоже признаки личностного расстройства да каким-то бессвязным примером по каким-то бессвязным примером без логики без системы жену с комаром сравнивает а это уже немножко соскальзывание начинается его несет от одному к другому я же говорю точнее не я а вот та же Татьяна психолог говорит я у нее много беру и учусь можно сказать в этом смысле что это личностные расстройства это можно сказать как формы вялотекущей шизофрении понимаете понимаете оторванность от реальности расстройство мышления логичности соскальзывания колба стеклянная как за тонким стеклом какие-то какая-то амбивалентность так люблю что ненавижу это вот в ту сторону шизоид понимаете уходит и чем ближе это к психотическому уровню то есть как с пограничности это начинается пограничник несостоявшийся нарцисс дальше мы уходим 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 глубже зависимое антисоциальное расстройство нарциссизм а нарциссизм уже граничит с психотическим уровнем сначала мания величие а потом грандиозность а потом бред величие это уже психозы при шизофрении бред величие я лидер атаки вот это уже практически вот еще чуть подождать несколько лет он уже вкатится в эти совсем в какие-то бредки у него пойдут совсем уже бессвязность какая-то допустим да то есть это вот туда все съезжает спрей от максимки камар то он сам вот именно шизик однозначно как тройски плетет плетет однотонным глазком но мы остановимся чтобы не путаться что это уровень пограничного спектра личностных расстройств в его случае это стопроцентный нарциссизм и нарциссизм также и у инессы я так думаю я так думаю да это нарциссизм и внешний вид и подача они там разные какие-то такие сякие но вы понимаете что это люди расстроенные мне вот нравится вот это слово такое околомузыкальное расстроенное фортепиано расстроенный человек он как бы дефектный и не интеллектуально а психоэмоциональная сфера дефектная это инвалидность психоэмоциональная вот в чем дело дело тут не в интеллекте они сохранны вполне поэтому они так хорошо и умело затягивают свою фантазию миллионы людей что конечно преступно так ольга димчук которая нарцисс и психолог и описывает свой нарциссический мир как некую норму ну что-то я читал по крайней мере даже бьет в ютюбе какие-то статьи мне попадались я два абзаца прочитал опять не дурно значит я понимаю с кем я имею дело я вот только на на свой внутренний прибор ориентируюсь прибор прибор инесса литвиненко сказал маленькие у всех кто говорит что она не королева так рада что мои ощущения меня не обманули я не психолог я тоже сам писал ему в комментариях так вы все психологи те кто люди здравые психически здоровые живые а не все психологи есть так бальзам на душу спасибо Михаил за разбор ну в общем людей прям вдохновляет молодцы прекрасно замечательно так надо проверить фермерскую доставку нет ли у меня там под дверью что-нибудь сейчас очистимся патки на брендовые шмотки то есть нарцисски наверное да не ну почему ну может там как бы если это ну как бы в балансе в каком-то и никакой инессы все налепить то может и неплохо ну как бы нам смотреть восторг ликование что какую-то фирменную тряпку купил тряпку эх тряпка покупка равно выброс гормонов она и носит люди обращают внимание равно выброс гормонов выложила в этой вещичке фото в сеть выброс гормонов все ради гормонов ради состояния ради эмоций я не говорю вот и нас я сама не распознала когда смотрел максимку сразу протестал максимку ну а чего распознавать ну давайте я вам еще раз я покажу ну что каким психологом надо быть чтобы понимать что за человек не в себе ты никаким не надо учит нарциссов перинарциссив друг друга матюкайся инна ты что хочешь чтобы мужчина много зарабатывает я говорю да хочу хоти дальше хочу хочу а как бы кот не съел ваши сырники пока мы на максимку а мне не жалко у меня кот я с ним здороваюсь говорю привет черненький такой если там на первом этаже пожалуйста пусть съест мне не жалко хочу чтобы мужчина много тратил на меня хоти дальше а что я за это много чего я за это а что много чего вы же знаете что нарциссы не любят секс у нее весь секс это внешняя референция это то что мы видим в ее внешнем облике в постели это ноль они не любят секс понимаете они его и избегают или у них идет вышла замуж за одного люблю другого потому что фантазийного где-то на дистанции какой-то образ идеальный фанатки артистов вот бывает часто такие фантазии где-то он там далеко идеальный и он мой возлюбленный а сексом заниматься вообще с третьими значит ну в принципе вот такие вау-вау роковухи как я их называю они секс не любят именно секс как секс у них травма а секс еда с матерью связан блокирует любовь и тягу здоровую к сексуальной игре к сексу как процессу удовольствие удовлетворение и так далее и это вот выносится только вот так на внешний уровень и и все вот он вот здесь застыл весь ее секс и больше его нигде нету она не любит ненавидит буквально секс поэтому что она вот говорит я могу дать а что дать то конкретно начнем с себя секс всегда связан с матерью с образом родителя родители у нее мертвы поэтому она сама стала мертвы расщепленный нарцисс пойду гулять поняли так ау-ау нажился хайпанул на максимчике ой-ой-ой-ой-ой возьми пожалуйста кого-то из соседнего блога матюгайся матюгайся вы хотели быть хорошей девочкой но для кого это мой следующий вопрос откуда про пельмешки знаю я все знаю сколько страшных историй про походы по домам да 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 мы будем в этом говорить мы будем в этом снимать проект послушать послушайте для кого вы хотите быть хорошей девочкой отвечайте мне на вопрос смотрите какая она агрессивная и какая она у нее начинается самостимуляция как у аутиста сосание там ручек она она вот это вот начинает долбиться у нее начинается тревога она так пытается срез снизить свою сбить тревогу через вот эти вот какие-то тремор какие-то манипуляции мелкая моторика она напряжена и агрессия пошла отвечайте мне я здесь королева блять для кого нет не на подкорке для кого кто должен вам сказать что вы молодец кто мама много ли зарабатывать мужчина вполне достаточно для меня ух ты сучка создала культ из денег когда говоришь ему что в мужчине жадность еще и бежать но у вас просто жадный мужчина вот давай нападаем утюгайся на жадные мужчины говорят про культ из денег заслужить любовь для родителей для родителей правильно молодец дипломы работают вы очень серьезно можете отследить что ваша механика с мужчиной очень часто похожа либо на реальную механику с родителем либо на выдуманную вами механику с иллюзованным родителем как вы видите идеально правильно молодец вот правильно сколько бы у меня не спросили про этот суд столько раз и буду отвечать вам одно и то же а этот человек он вам не мама да этот человек хуй с горы вот смотрите в парке если это первая встреча ну потому что там все встречи пройдут в этом парке потом да вообще кто ведет в парке как вы думаете в парке в парке в парке с маленьким кошельком и писюном вы правда думаете секундочку вы правда думаете что у нас есть мужчина так сильно беспринципно так у Мишевой тоже видео про абьюзеров вышло ой 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 не хочу я уже так передоз у нас уже любящую природу категорически что вот день в парк не сходит и жизнь не там да вы правда думаете мы тюкнись и мы закончим потому что они любят природу февролей в минус 40 а они возьмут вас в парк потому что вы лошара вы лошара и будете по морозу ходить чтобы он сэкономил дырянь 200 рублей на вашей кофе вот так вот вот зачем вы идете в парк ясно все понятно на что вы смотрите в парке расскажите мне пожалуйста на письюн на деревья блять чем вы там занимаетесь то не пойму как агрессия какой вменяемый человек пойдет блять в парк а у меня у нас три шашлыки немножко в лос-анжелесе что вы делаете в парке вы там шкалик пьете вы там шашлыки жарите кстати это неплохо шкалик на кассе пятерочки стопарик спаленная водка это метиловый спирт и шашлычок просроченный ой как хорошо в парке что у вас там да вы лошары блять ваша собака там срел совместно с его собаками вот 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 какая агрессия какая ненависть блять к вам ублюдкам выблюдкам лошарам блять я знаю что я сама такая но я так защищен себя же самому чем вы заняты в парке вы ходите разговаривать а у меня к вам встречный вопрос почему не вот я в парк хожу просто разговариваю допустим не просто хожу ногами вот мне нравится пипящий прогулок просто полезно или немножко похудеть можно чуть чуть ничего не делая и подышать посмотреть и как то это просто так так и по ином ну да просто ничего не делал просто походить подышать это и все а что какой то смысл нужен всегда во всем нельзя посидеть в это время в кафе ну а ты потому что бесплатно а вы лох лох любители природы блять обожаю их просто вы лох я надеюсь это она мне адресовала ты лох слава богу все значит мы с ней не пересечемся никогда головы то включайте что он в парке забыл расскажите мне пожалуйста какая я вообще клянусь вам в моем мире в парк короче несколько людей ходят видов утром которые бегают я испугался даже немножко он как-то атакует я немножко растерялся даже прям другие наши друзья которые бухают там по вечерам и мама с детьми все так что за любитель уток я любитель уток и и уточки уточки там какие-нибудь кто еще там бывают белочки какие-нибудь в парке да это вы лошары просто вы нищий ёб какая белочка она же бесплатная правильно а вы еще что кормить собрались ха да вы лошары блять объясните мне мне вообще всегда кажется есть где погулять кроме парка очень красивые интересные места ну хотя бы музей но там же вечный парк блять музей парки бывают разные ну музей пыль надо закрыть помещение душно бабки там смотрительность воняют там какие-то хоть китайцы с коронавирусом закрытые помещения зачем музей там пыльно опять мертвичина это как бы скульптура полотна экспонаты мертвые видите к мертвому тянет а природа это живая воздух туда не идеально да грязь там все все бесплатно все отстой потому что живое а и и не нравится и прикид и хочется туда попасть где у нее идет принцип соответствия инфохимически мертвая к мертвому поэтому видите в музее ей нужно а природа это живая значит живые в природу должны как часть природы идти живой к живому и бесплатно и по лоховатому да и пускай и по лоховатому зато как приятно там березки кофе тоже есть моя хорошая правда а я такой кофе не хочу как в парках есть она вообще ничего не хочет это максим вердикт номер два все не так и кофе не то и вы лохи и все не так и это вот вы мне что не предложите это все не то что я не так хотела а ты мне не спросил и не угадал ах ну ясно все с вами я не хочу часами ходить под ВДНХ я хочу посидеть с человеком о по ВДНХ кстати хорошее место с человеком поговорить посиди а о чем вышагивает там свои десять тысяч шагов посиди поговори но она не может говорить она может либо под подчиняться либо доминировать ну так это не то не другое это не есть общение не есть контакт на равных а значит и не диалог а значит и не общение а значит не обмен это все опять будут игрище вот эти вот непонятные манипулятивные ничего она не хочет никакой общение не посидите просто все не так можно я это не на свидании буду делать я хочу съесть и смотреть человеку в глаза не дай бог о друзья мне нужно мне нужно 2 песни распочали пепперс после такого о это кошмар просто ужас дура какая-то парке обожаю да конечно да конечно причем тут так природа природа ну что может быть лучше натуральнее естественнее вот кстати мне нравился этот парк диво парку с оленями x козочками с барашка о я кайфанул вообще 3 копейки стоит все как бы ну грязно там весна чего ой ну такие лошары там тусуются ой-ой-ой-ой-ой такие козочки козлятки овечки лама олень и лоси просто живые объекты вот они стоят там в грязи топчество жрут морковку ну кайф ну чё еще надо какие блин музей вот музей храм истинная религия под открытым небом за три копейки пожалуйста ну или там собачки кошечки там не не знаю что угодно зачем какой музей все она все она раздраженная все не нравится это моя бабка московская вы не так учитесь вы не так смотрите не так одеваетесь вообще все не то и все не так и вообще им квартиру не подпишу и вы меня изводите и вообще вы мне спать не даете и готовите невкусно и не не моете забы посуду и вции ну вообще все не так все блять не так это вот моя бабка психопа точно его и ужас просто все мы выключаем я буду смотреть рад хочет как раз я не могу не плохо мне плохо сейчас будет хорошо что за песни будет может быть какой-то там нет буквы r даже и в этой там а мы тоже смотри дать по попсовичу а ну вот это нормально кстати кроме животных лес и деревьев природы небо солнце воздуха и всего самую биологично натурально естественного творчество и живые люди на сцен на сцене в раз гипнозе творческие это тоже очень расслабляет успокаивает я люблю смотреть либо музыкальный концерт либо медведя мансура либо котиков не ну в данном случае ты своего рода тоже животные а а Итанал, Итанал. Ууу, я отдыхаю. Итанал, Итанал. Итанал, Итанал. Итанал, Итанал. Сейчас не горячим, я посмотрю. Усучаю, сейчас я все. Итанал. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас посмотрим Снегирей на выпускных текущего года. Мне очень понравился куплет Кирилла Андреева в белом. Ух, на котиков можно смотреть круглые сутки, сырников для них не жалко. Ну, конечно, ну что вы говорите, я же не Максим вердикт. Жалко. А он бы сказал, так котик пришел, особенно если это девочка, какая-то кошечка. Он сказал, ах, понятно, ты, блядь, тарелочница. А, ясно, за сосиску со мной. Все, ясно, все, понятно. Так, а у нас был в чате Кирилл Андреев. И, конечно же, где же он вот здесь? Вот, тарелочный титры, тарелочный титры. Где-то вот здесь он у нас был. Вот здесь. Вот он, опа-па-па-па, ага. Опа. Это, конечно, круче. Red Hot Chili Peppers. Я согласен с этим. И я хочу сразу к рыжему. Вот он. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, вот, вот, вот он. Сколько ему лет? 50? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, мне больше всего нравится степень свободы и полного похуизма людей, которые занимаются просто непотребством. Но они, как бы, как сказать, на таком вот уже кураже, расслабоне, привычке, что они и так понимают, что people схавают. Вот все, что угодно. Просто он там и не мимо ноты, и все, микрофон отключился, и штаны промокли. Промокли, и там, ну, все что угодно. И все равно похуй. Просто я не на таком расслабоне. Немножко Троцкого включаю. То есть такой садистичный кайф от того, что ноль критики и реакции отклика от публики, потому что на нее можно не ориентироваться и полностью плевать. От нее, в общем-то, ничего не зависит. Зависит там от продюсера, дали добро организаторы, администрации, мэр города, попросили, заплатили, кого знаешь, кто кого крышует. А публика похер, и он просто может даже просто стоять молча. Они скажут, ну, а почему вы не поете? А тебя ебать не должно, блядь. Субтитры создавал DimaTorzok И похмеляться в 317 сатариком. Все, он уже только с бодунца. И он уже отзвонился. Все, через полчаса буду. Учитесь, друзья. А вы пишите, стыдно. Там нет вообще такой квалификации, такой позиции. Стыдно или не стыдно. Поэтому наш шоу-бизнес, он не конкурентно способен. Потому что это не регулируется деньгами. Я вам объяснил. Нет шоу-бизнеса. У нас нет шоу-бизнеса. У нас нет института репутации. У нас нет шоу-бизнеса. А значит, и нет рынка конкурентного, где выявляется лучший, как на ринге. У нас есть вот это пани-братство, кумовство. Это того привел, тут с этим переспал. И все, оно вроде как-то слепилось. И если конкурентным открытым рынком и конкуренции там ничего не регулируется... Вы думаете, стыдом будет, да, что-то регулируется? Нет, стыдом тоже ничего не регулируется. Поэтому вот полный отстой вообще. У нас вот назовите хоть одного артиста современного, ну, скажем так, мирового масштаба сейчас. Или уровня. Уровня профессионального. Песни, клипы, навыки, артистизм, подача, харизма, масштаб, интересность какая-то. Вот, ну, назовите. Нету института репутации, а значит, и быть не может никакого стыда. People's have it, а бандиты проплатят и протолкнут. В том числе и в чиновничьих креслах, скажем. Я так это вижу. Ну, по крайней мере, путем интервью или того же Атарика. То, что он рассказывает, это все зная изнутри еще с 90-х. Поэтому это все очень низкий уровень, в итоге оказывается. Нет конкурентности. То есть не выявляется лучшей путем профессионализма какого-то. Просто как-то что-то где-то кто-то оказался, вроде так и вроде, а тогда и пофигу вообще на все. Ну, как я в Останкину. Как-то оказался, там можно же ничего и не делать тогда, правильно? Я же не победил в конкурентной борьбе на интервью из нескольких претендентов. Ну, естественно, меня бы там послали. Я вообще не знаю, ни в чем не разбираюсь. А так как бы там раз, опа, и вроде можно как-то чего. И там все так работают. Поэтому, опять же, аварии, технические проблемы, все разворовано, все бухие, все с бодуна, низкий уровень всего, дезорганизованность, все опаздывают, все орут, все ломается. Ну, потому что, вот, вот, нет отбора. Хотят преданных, а спрашивают, как с умных. Ну, такой у нас пипл значит пипл. У русского шоу-биза девиз «Очень деньги нужны». И не стыдно петь живьем. Хотя, что может пипл, если на него сверху льется говно? Да нет, ну, у пипл, в основном, конечно, нету вкус, такт, баланс, чувство стиля, чувство меры, а значит, психическое здоровье. Люди не особо здоровы, поэтому они не воспринимают, не отличают одно от другого. Так, у меня через полчаса уже консультация. А нам что еще нужно успеть посмотреть? Да, наверное, уже надо заканчивать. Я там видел, вышло интервью Германа Стерлигова, такого же Максимчика Вердикта, который что там рассказывает? Жена, сука, блядь, развелась, ушла. Дочь отцы родила психопата-сироты, развелась, убежала. Сыновья уже не выцерковленные, что-то они там еретики какие-то уже. И он там такой сидит, все предатели, твари, все не хотят играть в мою психопатскую шизофрению. Твари, блядь, я им все дал, а они не хотят по моей выдуманной версии Библии жить. Особые. И истинные. Вот так сидит весь перекошенный, злобничий. Ну, блядь, все предатели вокруг. Ну, как Максимка практически. Вот он интеллектуально сохранен, да, он умный, вполне интеллектуально, музыка Стерлигов. Но он, он в плане эмоций и психики, у него полная там, понимаете, инвалидность. Так, так что одно с другим не пересекается, в общем-то. Ну, может быть, где-то пересекается, конечно. Для осознания, например, своих собственных личностных проблем. Это может как-то повлиять. Ну, хотя это все равно растет из какого-то, опять же, психического состояния. Так, ну что там? А кто-нибудь смотрел Дениса Байгужин? Ну, это вот у нас следующий в запросах от комментаторов Байгужин. Так, он прям психопат и учит женщин манипуляциям. Манипуляциям. Но он это и не скрывает. Я смотрю иногда, он смешной, но полный псих. Подождите, это вы про меня, что ли, пишете? Смешной и полный псих. Ну, нет, это Байгужин. Ну, сделаем как-нибудь Байгужин. Нет, я, смотрите, я не стравливаю, не сталкиваю лбами никого ни с кем. Ни к мужчинам против женщин, ни женщин против мужчин. Я, наоборот, стараюсь. Во-первых, у нас психически здорово, психически нездорово. И с этой базой мы стартуем. И, наоборот, ищем какой-то баланс индивидуальный. Кому как лучше, чтобы все, как бы, ну, там, как-то на... Ну, на своем уровне взаимодействовали. Все равно мужчины без женщин не могут, так же, как и женщины без мужчин. Поэтому нет задачи сталкивать, стравливать и разделять, властвовать. Эти хуже, нет, эти лучше. А эти хуже, давайте эти против этих. Я не хочу этим заниматься, абсолютно. Мне, наоборот, мне кажется, раздрая в нашем обществе на всех уровнях, по всем классификациям хватает. По-моему, нам не хватает, наоборот, объединения какого-то. Конечно, на базе условного психического здоровья тоже надоело это слово сочетание. Понимаю, но приходится повторять. Наоборот, как бы, ну, я не хочу сказать примирить. Я хочу сказать, просто дать воздух, дать, ну, так сказать, место для маневра. Можно так, можно так. Вариации бывают разные. Но они укладываются в какую-то плюс-минус вот эту область, да, здравую. Да, где нет насилия, боли, агрессии, там, вот этого. Никакого противопоставления, чтобы учить этих манипулировать этими, а этих манипулировать теми. И все в итоге пострадают. Так или нет? Так. Зачем это нужно? Нет. Надо разбираться по месту, по факту. Индивидуально для этого и терапия есть. И в каждом отдельном случае и кейси, хоть они и похожи зачастую, но все равно разбираться конкретно. Так вот, общей, одной краской все мазать, как Максим. Ну, это ни к чему, я считаю. Так, это закрывается, это закрывается. Вот это я смотрел, но не досмотрел. Очень странно, этот Володя Рейвен. Ред Ход Чири Пепперс есть, Кроубар есть. Так, ну, вроде все. Вот такой рацион у меня инфохимический с утра. Ну, и, конечно, Иванушки. А куда без них? Ну, это классика уже. Ну, что, мои дорогие, будем заканчивать. Я думаю, что мы достаточно с вами провели времени вместе. Спасибо вам огромное за ваше внимание и время. За... Всегда вы быстро, оперативно реагируете. Вот. Включайтесь к трансляции. Спасибо вам. За комментарии. Ой, как много комментариев. Спасибо тоже вам большое. В основном, ну, позитивные. Меня это, конечно, тоже радует. Ну, без негативных тоже никуда. А что? Это тоже часть реальности. Ну, тут никак, конечно, Максим Киверник. Так. И что еще? Ну, приятного вам солнечного летнего дня. Хорошего настроения. Берегите себя. Так, 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 так. Двой. Комментарии за комментарии. Ой, ну, ну, вообще. Ну, ну, такой я блогер, конечно. Топовый. Становлюсь. Ну, вообще. Практически как Иванушки. Так. Тогда, друзья, расстаемся. Спасибо за донаты, за участие, за обратную связь. За подписки. Кто подписывается в закрытие Телеграм с подкастами, приходите. Наверное, будет у нас вот 27-го в понедельник. Стрим в 20. А может, и не будет. Вот я не знаю еще пока. Может, у нас будет формат, может, какой-то разбор. Помните, мы делали в Ютьюбе без картинки. А как бы мы видео там делали. И делали как бы аудио разбор, разбор как в Телеграм. Вот, не знаю, пока вот не рисует, чем будем именно 27-го делать. Ну, в общем, в любом случае, практически каждый день мы встречаемся здесь на какой-то интересной трансляции. В основном по утрам. Ну, так работает Пуэр. Тут, простите, тут кто на каких наркотиках сидит. Поэтому тут сами понимаете. Стиль музыки зависит. Жанр стиля музыки зависит от того, какие наркотики исполнители употребляют. Понимаете? От этого зависит. А не от чего-то другого. Поэтому будем тогда расставаться с вами. Спасибо, Михаил. Отличного дня. И вам отличного дня. Люблю, целую, обнимаю. Берегите себя. Спасибо, Михаил. Настроение хорошее обеспечено. Стой день. И у меня обеспечено. Ну, друзья, ну, синергия. И зачем нам вдруг это кого-то там настраивать дружим против этих, а против этих не дружим. Там и вот это. Ну, все, создали комьюнити. Тут тусуемся. Тут у нас экосистема, экоструктура. Нам нравится. А вот самое главное в жизни, чтобы нравилось. Все. Другого нам не нужно. Все. Вам, глино-психолог Михаил Басинский. Хорошего дня, мои дорогие.